Родослава Андреева. Нелюбимая дочь. Читает Виктория Томина. Глава первая. Почему так? Александра раздалось от двери в прихожей. Да, мама. В коридор из комнаты выглянула девочка одиннадцати лет. Почему опять обувь раскидана? Женщина, пришедшая с работы, у коризни наглянула на дочь. Это Лешины, растерянно ответила девочка. Саша, ты, девочка, должна смотреть за порядком в доме. Мать устала вздохнула и сердито поджала губы. Я даже не слышала, как Леша вернулся. Попыталась оправдаться девочка. Я уроки делала. Хватит со мной пререкаться. Мать недовольно глянула на дочь. Иди убирай обувь и на кухню потом. Саша вздохнула и принялась выполнять то, что было велено. Убрав за старшим братом обувь, который, надо заметить, всегда бросал ее там, где разулся, она пошла на кухню, помогать матери с ужином. Отец сегодня поздно вернется, поэтому поужинаем втроем, сообщила мама. Где твой брат? В комнате, наверное, Саша пожала плечами. Александра, ну когда уже ты поймешь, что это женская обязанность смотреть за мужчинами в доме? Может, он есть хочет, должна была накормить, а ты уроки свои делаешь и ничего вокруг не замечаешь? Саша поникла. Отвечать было бесполезно. Этот разговор мать затевала регулярно, что она просто обязана присматривать за старшим братом, чуть ли не бегать за ним по пятам и высматривать, чего он еще пожелает. Девочка совершенно не могла понять, почему ее 14-летний братик не может сам разогреть суп из холодильника, почему именно она должна вытаскивать тяжелую кастрюлю и разогревать ему еду. Хорошо, когда она наполовину уже опустошена, а когда полная. Саша боялась ее опрокинуть. Сейчас она поставила кастрюлю на плиту и принялась за нарезку хлеба. Мама тем временем занялась готовкой на завтра и пару ближайших дней. «Иди, Лешу зови», — велела родительница девочки, когда суп закипел. Стол был накрыт, оставалось только тарелки с супом поставить. Саша вздохнула, но пошла в комнату брата. «Леш», — позвала она парня, который сидел за компом и играл в какую-то стрелялку. Брат не отреагировал. Собственно, он и не слышал ничего, так как в наушниках у него было шумно. Саша робко подошла к брату и тронула его за плечо. Тот подскочил на стуле и, скинув наушники, разъяренно развернулся. «Санька, ты дура?» — заорал он на сестру. «Я же испугался. Ты чего подкрадываешься?» «Мама просила тебя позвать», — тихо ответила девочка. Она жутко не любила звать брата, в особенности, если он играл в комп. Она пробовала и подходить сбоку, не трогая его, либо громко и долго звать. Реакция всегда была одна и та же — недовольство и обзывательство. «Мама просила, мама просила», — передразнил сестру Алексей. «А ты сразу побежала выполнять, подлиза». Саша вздохнула и вышла из комнаты брата. Доброго слова от него никогда не было, всегда он ее шпынял и гнал от себя. Училась в школе Саша на пятерке. Ей с самого детства родители твердили, не будешь хорошо учиться, будешь всю жизнь улицу подметать. И она училась. Учеба давалась легко, поэтому проблем не возникало. Только вот родители ее успехом совершенно не радовались, будто это все было само собой разумеющимся. А вот Лешины успехи возводились в их семье на пьедестал. Почему так, Саша понять не могла, но все время стремилась угодить маме, чтобы хоть слово доброе услышать. «Ирина Викторовна, ну зачем вам Саша?» — услышала Александра в голос матери и догадалась, что звонит бабушка и просит внучку в помощнице. Бабушка Ира это было спасение. Саша любила ездить к бабуле, там она получала ласку и тепло. «Вы опять плохо себя чувствуете?» — громко спрашивала мать по телефону. Саша улыбалась. Выходные обещали быть радостными. «Так может, я к вам Лешу отправлю? Что вы вечно Сашку просите? Мала она еще!» От этих слов Саша напряглась, но бабушка не подкачала, настояв на своем. «Александра, собирайся!» Мать вошла к ней в комнату. «Баба Ира опять тебя требует! Совсем свихнулась старуха! Ребенка ей в помощь подавай! Будто дома дел у тебя нету! Перед выходом загрузи белье в машинку, вымой обувь отца и брата и мою заодно! Я уж так и быть, сама завтра приберусь!» Сашка быстренько собрала свои нехитрые пожитки, быстро переделала все дела и, стараясь не показывать своей радости, побежала на остановку. «Привет, моя красавица!» Бабушка открыла дверь, впуская свою внучку в квартиру. «Хоть отдохнешь у меня!» «Бабуль, ты у меня просто клад!» Саша чмокнула пожилую женщину в щеку и, нежно обняв, поблагодарила. «Твоя горе-мамаша тебя замордует!» Сердито сообщила бабушка Ира, приглашая Сашу на кухню, откуда доносился умопомрачительный аромат свежего пирога с рыбой, который девочка очень любила. Бабушка недолюбливала маму, а Александра это знала и всегда упоминала об этом при внучке. Именно этот момент всегда не нравился девочке. Но вот уже год Саша перестала обращать внимание на эти слова, так как бабушка стала часто ее приглашать в гости, а атмосфера в этом доме была куда лучше, чем там, где она жила. Вернее сказать, бабушка стала звать внучку так часто, именно когда увидела, как воспитывают детей в доме у сына и была крайне возмущена. Невестке говорить что-либо было бесполезно. Упертая она была. Как решила, так и сделает. А внучку надо было спасать. Вот она и спасала, раз через раз притворяясь приболевшей и приглашая к себе на подмогу именно Сашу. Здоровьем Ирина Викторовна обладала завидным, посему приходилось врать. «Бабуль, а ты как себя чувствуешь?» – спросила Саша, вспомнив, что мама говорила о болезни. «Да как всегда, отлично», – отрапортовала Ирина Викторовна. «Вот видишь, пирог твой любимый сварганила, а завтра мы с тобой в кино пойдем и на шопинг». Саша улыбнулась. Она знала, что у бабушки пенсия была небольшая, но она всегда старалась порадовать внучку, называя громким модным словом «шопинг» поход в соседний торговый центр, где обычно покупала внучке что-то не особо дорогое. Да, собственно, дорогих подарков девочка и не просила. Она уже понимала, что если хочет ездить к бабушке в гости почаще, будет лучше, если денег они потратят немного. Поэтому они обычно просто ходили по магазинам, что-то примеряли на Сашу, чаще не покупая, и всегда покупали вкусный шоколад, который продавался в фирменном ларьке. «Я тут немного подрабатываю сейчас», сообщила Ирина Викторовна Саше, когда они пили чай с рыбным пирогом. «Где?» Саша нахмурилась. «Соседка вышла на работу из декрета, а дочка начала болеть постоянно. Вот я и сижу с ребенком, она мне платит. Я дешевле официальных нянь, а девочка у нее хорошая, спокойная. Я справляюсь». «Бабуль, ты не устаешь?» Саша встревожилась. «Нет, что ты, мне даже так веселее. Твой-то отец с матерью меня от вас обоих оградили, посчитав, что я вас безмерно балую, особенно тебя. Вот наверстываю, еще денежки получаю». «Ты только береги себя. Если тяжело станет, сразу уходи», попросила бабушку внучка. «Заботливая ты моя. Все хорошо, не переживай. Я вот спросить хотела, что тебе на день рождения подарить. Что тебе действительно хочется?» Саша пожала плечами. Она знала, что она хочет. Да только у родителей просить бесполезно, а бабушка не сможет из соображений финансовых. «Я так рано у тебя спрашиваю, так как теперь у меня есть возможность подкопить и купить тебе дорогой подарок», сообщила бабушка. «Телефон новый хочешь?» Саша подняла на бабушку глаза. «Это именно то, что она хотела. Цветную раскладушку, как у ее подружки Алки, с блютузом и цветным экраном. Сейчас у нее была старенькая Нокия, доставшаяся от брата после того, как ему купили новый навороченный телефон». «Бабуль, это дорого», робко возразила Саша. «А ты про деньги не думай. А я, если бы не знала, что потяну, не предложила бы». Саша делала уроки, когда на столе завибрировал ее мобильный телефон. Звонила мама. «Алло», — ответила девочка. «Александра», — официальным тоном сразу начала говорить мама. «Я сегодня задержусь на работе. Тебе покормить брата и отца. Борщ в холодильнике. Второе тоже. Разогрей и на стол накрой. Отец будет дома через полчаса. Можешь приниматься за дело». «Хорошо, мама», — Саша ответила и тут же услышала короткие гудки в ответ. «Приказ дан, приказ необходимо выполнить». Дописав последнюю строчку в задании по русскому языку, она убрала тетради в рюкзак и направилась в сторону кухни. По пути, заметив раскиданные ботинки брата, поставила их на место. Ругать-то за непорядок будут ее. Открыв холодильник, Саша оценивающе посмотрела полки. Вот в контейнерах котлеты, вот макароны, а на самой верхней полке красовалась большая суповая кастрюля. Достать сама она ее могла, но с трудом. Попытка потянуть кастрюлю на себя показала там борща до самого верха. При таких исходных данных Саша задумалась. Полную кастрюлю объемом пять литров девочке одиннадцати лет просто так не вытащить. И дело не в тяжести. Кастрюля стояла там, куда ее руки дотягивались с трудом, если она вставала на цыпочки. Вздохнув, Саша побрела в комнате брата. На удивление, он не играл в комп, а что-то чиркал в тетради. — Леша, — тихонько позвала она брата, — помоги, пожалуйста. — Чего тебе? — Алексей развернулся к двери. — Достань, пожалуйста, кастрюлю с борщом. Она на самом верху в холодильнике стоит и полная. — Встань на табуретку и спокойно достанешь, — фыркнул брат. — По таким пустякам меня от важных дел отвлекаешь. Саша вздохнула и побрела обратно. На кухне она открыла холодильник, пододвинула табуретку и, взобравшись на нее, стала доставать кастрюлю. Неожиданно послышался треск, и Саша поняла, что падает. — Ты дурында! Чего ты натворила? — как сквозь вату услышала девочка, потом почувствовала пинок в бок. — Чего разлеглась? Вставай и приводи все в порядок! Батя сейчас придет, вот тебе влетит! Саша открыла глаза и увидела нависающего над ней брата. — Что случилось? — еле слышно выдавила она из себя. — А ты встань и посмотри! — зло огрызнулся Алексей. — Чем теперь кормить нас будешь? Первая попытка встать не увенчалась успехом. Голова моментально закружилась, и Саша, резко опустив голову в исходное положение, умудрилась удариться ей об пол. — Вставай! — орал брат, пнув сестру еще сильнее. Тут раздался звук открываемой двери, и Алексей побежал в коридор. Александра услышала, как брат быстро рассказывает о том, что она безрукая, весь борщ на пол вылила, и теперь в нем валяется. Девочка закрыла глаза и, собравшись, силами поднялась. Она села и увидела, как вокруг головы закружился звездный хоровод. — Александра! — в проходе появился отец. — Как ты так? Тон его вроде был строгий, но он не кричал. — Ты почему брата не позвала кастрюлю достать? Вопрос отца вызвал у Леши желание спрятаться, но ему повезло. Саша не ответила. У девочки в голове сейчас стучал миллион молоточков. Она и вопрос это слышала с трудом. Голова при этом еще и гудела. — Давай вставай! — отец прихватил дочь под руки и поднял ее. — Иди за тряпкой, надо порядок наводить. Пошатываясь, Саша вышла из кухни, и в этот момент раздался звук поворачиваемого ключа в замке. Пришла мама. — Я быстро управилась! — сообщила она бодрым голосом. — Успела! — Саша в этот момент пошатнулась и осела на пол. — Что случилось? — женщина нахмурилась. Алексей, вышедший из кухни, по пути незаметно пнувший сестру, быстренько поведал маме о случившемся, забыв упомянуть, что помочь сестре он отказался. После этого мать привела дочь в чувство, нахлестав тупо щекам, всучила тряпку и, велев не притворяться, отправила убирать с пола борщ. На пошатывание и бледность Саши внимания никто не обратил. Когда она отказалась ужинать, восприняли это как данность, а мать еще и добавила. — Так и не заслужила! Иди в ванную, отмойся! Борщ ходячий! Брат при этих словах хохотнул, но, увидав грозный взгляд отца, примолк. Девочка залезла в ванную и, сидя в ней, приняла душ. Стоять ей было тяжело, голова гудела и кружилась, стучала. Кое-как добравшись до своей комнаты, она рухнула на кровать и провалилась в небытие. Утром Саша еле поднялась из кровати. Голова болела неимоверно. — Мам, у меня голова болит! — сообщила она родительнице за завтраком, вяло ковыряясь в тарелке. Мать подошла, приложила ладонь к колбу дочери и, фыркнув, заявила. — Опять выдумываешь! Температуры нет! Иди в школу собирайся! Есть Саша не стала, кусок в горло не лез. Ей даже показалось, что ее подташнивает. Выбравшись из-за стола, девочка ушла к себе в комнату и начала собираться на учебу. — Санька, быстрее! — в комнату заглянул отец. — Я вас с Лешкой подвезу до школы. Пока ехали на лифте вниз, Саша стояла, привалившись к стене. Брат на нее ехидно поглядывал, а отец, как всегда, смотрел мимо дочери, думая о чем-то своем. В машине она немного задремала. Было странное ощущение, будто ее выключили. От толчка брата она очнулась, не сразу сообразив, где находится. — Чего спать тут собралась? — сердито пихая сестру спросил Алексей. Девочка выбралась из салона теплого автомобиля. Свежий ветерок немного привел ее в чувство. Поблагодарить отца она не успела, так как тот очень быстро уехал, а состояние у девочки было заторможенным. Кое-как добравшись до школы, она порадовалась тому, что привезли их рано. Детей еще было немного, никто не толкался. Раздевшись, она сдала одежду в гардероб, где Галина Васильевна, гардеробщица, заметившая бледность девочки, спросила. — Девочка, ты плохо себя чувствуешь? — Голова болит, — тихо ответила Александра. — Сходи к медсестре, пусть она тебя посмотрит, — посоветовала гардеробщица. Саша в ответ вяло кивнула и направилась в сторону лестницы. — Сашка! — рядом нарисовалась подруга Алла, веселая и радостная. — Подожди меня, я сейчас разденусь и вместе на урок пойдем. Вздохнув, Александра притормозила и подождала Аллу. — Ты чего такая бледная сегодня? — участливо спросила подруга после того, как разделась и подошла поближе. — Голова болит, — тихо ответила Саша. — А чего в школу пришла? Маме сказала? — кивнув, Александра грустно посмотрела подруге в глаза. Алла вздохнула тоже. Она знала о положении подруги в семье. — Пойдем к медсестре, сходим, — предложила она. Дверь в кабинет медицинского работника стояла непробиваемой стеной, а на ней красовался листик, написанный от руки. Начало работы в 10.00. — Ну, блин! — в сердцах Алла пнула дверь и сочувствующе посмотрела на подругу. — Пойдем в класс. Учительница была уже на месте, но пускать учеников в класс пока не собиралась. — Елена Сергеевна! — Алла заглянула в класс. — Можно мы с Сашей посидим в классе? Саше чего-то плохо. Так как Александра была отличницей, ее с подругой в класс учительница впустила, отметив болезненную бледность девочки. — Может, сначала к медику сходите? — поинтересовалась Елена Сергеевна. — Были! — махнула рукой Алла. — С десяти она будет сегодня. — Понятно. Ну тогда сидите, только тихо. Чем ближе приближался звонок, тем шумнее становилось за стеной. Головная боль усиливалась. Саша зажала руками виски, так как там застучали молоточки. Когда одноклассники шумной толпой ринулись в класс, стало совсем невыносимо. Звонок прозвучал уже как сквозь вату. Вставая на начало урока, Саша даже не поняла, в какой момент потеряла сознание. Очнулась девочка от противного запаха в носу. Она попыталась отодвинуться и тут же встать. — Саша, лежи! — услышала она голос учительницы. — Сейчас скорая приедет. Алла, ты не знаешь, что с твоей подругой? В ответ Алла только пожала плечами. Она уже так привыкла, что подругу дома шпыняют, поэтому старалась особо не спрашивать, ибо Александра сама не любила об этом говорить. Когда приехала карета скорой помощи, Алла просилась поехать с подругой, но кто ж ее пустит? Не доросла пока. Уже по пути Саше поставили капельницу, и девочка даже успела задремать. Очнулась она только от того, что каталку потряхивала отъезды по стыкам кафельной плитки. Куда ее везут, девочка не понимала, но была уверена, что тут безопасно, и ее больную голову даже посетила мысль, что тут она отдохнет от дома. Правда, школу пропускать не хотелось. К обеду боль в голове немного стихла, и Саша начала оглядываться. В палате оказалось еще три девочки, две с руками на перевязи, а последняя девочка лежала на кровати, и ее нога, явно в гипсе, была прикреплена на возвышении. — О, очнулась! — одна из девочек с травмой руки подошла к Саше. — Привет! — Привет! — очень тихо прошептала Александра в ответ. — Где тебя так угораздило? Доктор сказал, что у тебя сильное сотрясение мозгов. — Упала вчера. Саша посмотрела на вторую девочку, которая была с такой же травмой, но молчала. Самой любопытной была эта, разговорчивая. — А чего вчера в больницу не поехала? — Не знаю. — Саше показалось, что головная боль начала усиливаться. — Машка, отстань от человека. Видишь же, плохо ей. — громко обратилась к болтушке девочка, лежащая с ногой. — Будет чувствовать себя нормально. Сама расскажет, если захочет. Машка отстала. Саша закрыла глаза и решила, что стоит подремать. Ближе к вечеру пришла мать. — Саша, ты не говори, что дома упала! — почти ласковым тоном обратилась она к дочери. Девочка недоуменно подняла на мать глаза. Врать она не любила. — Почему? — Будут нас таскать в опеку. Но ты же сама виновата, что упала. Тебя никто не бил и не толкал. Александра молча смотрела на мать. Она не знала, что ответить и чем лично ей грозит разбирательство в этой самой опеке. После ухода матери Машка подсела на кровать к Саше. — А чего тебе ничего не принесли? — А должны, — удивилась Александра. Она впервые лежала в больнице. — Я уже третий раз в больнице. Мне мать вечно сумки с вкусняшками носит. И у девчонок полные тумбочки. Хочешь угощу? Саша отрицательно замотала головой. Она не знала, как оно должно быть, но есть пока не хотелось. В обед принесли первое и второе плюс компот. Она поковыряла, так и не вставая с кровати. Только положение полусидячее приняла. Медсестра уговаривала есть, но аппетита у девочки не было. Настаивать женщина не стала. Машка оказалась неугомонной. Она вытащила из своей тумбочки пригоршню конфет, яблоко и мандаринку. — На, это тебе. Сейчас не захочешь, потом съешь. У меня всего много, и мамка каждый день несет. Саша поблагодарила девочку, и ей вдруг захотелось плакать. Вот так неожиданно совершенно чужая болтливая девчонка оказалась щедрее родной матери. Машка оказалась хоть и болтливой, но при этом доброй и заботливой. Она интересовалась всеми в палате и старалась помогать. Вторую девочку с рукой на перевязи звали Ксюша. Она была молчаливая и замкнутая, хотя Маша перла как танк со своими вопросами, и той приходилось отвечать. Алина, самая старшая, с каким-то сложным переломом ноги, была авторитетом среди девочек. Маша замолкала только после слов «Мань, помолчи уже, сил нет тебя слушать». А Маша не обижалась, примолкала и шептала Саше. «Я вообще такая болтушка, я знаю», — комментировала Мария замечание Алины. Саша смотрела на нее, и настроение поднималось. Удивительно, поначалу эта болтушка казалась назойливой, а в итоге именно ее разговоры и радовали. Именно Маша выудила из Саши историю ее падения. «У-у-у, и изверг у тебя брательник, а родители его любят больше, да?» Она совершенно искренне задавала правильные вопросы, которые ранили Александру, но при этом не вызывая обиду в сторону собеседницы. «Ты доктору все рассказала?» Саша кивала в ответ. Она действительно рассказала, как упала накануне, со всеми подробностями, стараясь ничего не скрывать. Предполагалось, что при падении она еще и головой ударилась, скорее всего, об стол. Имелась небольшая гематома. «Сашенька, ты, пожалуйста, расскажи органам опеки все», — попросил доктор. «Когда они придут?» «У тебя есть еще родные? Бабушки, дедушки?» Саша пообещала рассказать опеке и поведала, что есть бабушка. Бабушка пришла через три дня, как только узнала, что внучка в больнице. Она принесла девочке гостинцев, и Саша почувствовала себя более уверенно. Девочки в палате ее жалели, и от этого становилось еще обиднее. Мать после первого раза больше не приходила. Отец и брат, соответственно, тоже. «Бабуль, а ты не знаешь, куда могли мои вещи забрать?» — полюбопытствовала Саша. «А то телефон мой там, Алке надо позвонить, и зарядку из дома можешь мне принести?» «Сейчас найдем твой телефон», — пообещала бабушка и пошла прямиком к медсестре. Телефон успел разрядиться, но, к счастью, у Алины оказалось зарядное устройство с нужным разъемом, так что гонять бабулю домой к родителям смысла уже не было. «Я к тебе послезавтра приду, но если вдруг что понадобится, ты звони!» — наставляла внучку бабушка. Саша согласно кивала. Ее настроение улучшилось, и она уже не чувствовала себя такой одинокой. Звонок Алке поднял настроение еще больше. «Я к тебе завтра приду», — заявила подруга. «Тебя, наверное, не пустят», — предположила Саша. «Меня! Пусть только попробуют!» Алка, как всегда, была в своем боевом репертуаре. Оказалось, все не так страшно. Саша могла выйти к подруге на этаж. Это только в само отделение пускали родственников. В холле, в часы посещений вполне можно было встретиться. «Ну как ты, подруга?» — полюбопытствовала Алла, оказавшись рядом. «Голова болит, а так ничего», — Саша неуверенно пожала плечами. «Я тут сестре рассказала про тебя. Она мне такого про твоего братика понарассказывала. Оказывается, его в классе не особо-то и любят», — поведала Алла. «Он очень заносчивый и высокомерный. Любит унижать всех, кто слабее его. Правда, Ирка сообщила, что есть некоторые дурочки, кому он нравится. Он вечно выпендривается и строит из себя крутого». Саша грустно улыбнулась. Ее особо не касалась школьная жизнь брата. И, может, при таком раскладе это было и хорошо. «Здравствуй, Александра!» Перед девочкой сидела грузная, одышливая тетка с суровым взглядом. «Расскажи, как ты упала. Сама?» Саша кратко поведала историю своего падения. «А зачем тебе понадобилось доставать полную кастрюлю?» — нахмурилась женщина. «Мама попросила разогреть ужин к приходу папы. Дома из старших никого не было?» «Рад, но он отказался помогать». Саша опустила голову, в какой-то момент поняв, что эта тетенька из так называемых органов опеки посчитает виноватой в случившемся именно ее. Дальше были вопросы про семью, про то, какие у нее родители, выпивают ли, бьют ли. Получив отрицательные ответы от девочки, женщина устало улыбнулась. «Выздоравливай, Александра, и старайся осторожнее себя вести. Тяжелые кастрюли не таскай. Надо оценивать свои силы. Ты уже большая. Должна уметь определять, под силу ли тебе то или иное дело». Саша вздохнула и, согласно кивнув, удалилась. Пришедшая вечером бабушка выслушала подробный рассказ внучки о встрече с женщиной из опеки и как-то тяжко вздохнула. «Бабуль, а чего эта опека делает? Почему мама просила не рассказывать им о случившемся?» – поинтересовалась Саша. «Опека проверяет, как живет ребенок. Вдруг бьют дома. Голодным морят». Саше показалось, что бабушка что-то недоговаривает, но спрашивать больше она не стала. Александра проводила бабушку до дверей, ведущих на лестницу, и уже развернулась идти в палату, как услышала голоса за закрытой дверью. Знакомые голоса. «Здравствуйте!» – это был голос мамы. «Мама, здравствуй!» – это говорил папа. «Здравствуйте!» – бабушка как-то ехидно поздоровалась. «Очень хорошо, что я вас встретила. Вы долго будете над дочерью издеваться». «Кто над ней издевается-то?» – изумился отец. «То есть заставлять девочку доставать тяжелую кастрюлю из холодильника, когда она находится на самом верху, это нормально. А этот лось, внучок мой, и пальцем не пошевелил на просьбу сестры помочь. Да, сынок, поражаешь ты меня. Не таким я тебя растила. Куда подевалась вся твоя заботливость? Ручки ведь росли оттуда, откуда надо, а сейчас король какой-то. И сбаловала ты его, Зинаида. Только дочь-то свою чего в прислугу превращаешь? Пусть знает с молодых ногтей, как мужа надо почитать в доме. Вы-то своего мужа не удержали со своим характером-то? Он от вас сбежал? Мужика надо холить или леять. Тогда он будет рядом и за другими юбками не побежит», – это говорила мама. «Да уж, вырастешь служанку кому-то, кто будет об нее ноги вытирать?» Сказав это, бабушка начала спускаться по лестнице. Саша услышала ее шаги. Девочка поняла, что сейчас родители войдут в дверь и поймут, что она слышала разговор. Поэтому девочка быстро метнулась за угол и, прижавшись к стене, отдышалась и продолжила путь, сделав вид, что медленно идет в палату. После выписки жизнь Саши потекла в обычном русле. Дома она продолжала выполнять те же обязанности, что и раньше, только теперь кастрюлю с супом мать никогда не ставила на самую верхнюю полку. Брат периодически поддергивал сестру, называя ее заучкой-косорукой и курицей. При этом сам еле сдал экзамены за девятый класс. Результатами он радовал только в спорте. Тут да, класса с третьего Алексея отдали в бокс. Вот он и старался. Последнее время часто занимая призовые места и выполняя спортивные разряды. Чем старше Саша становилась, тем больше обязанностей на нее сваливалось. Самым главным для нее было смотреть за братом, чтобы вещи были постираны, шкаф аккуратно уложены, что надо поглажено. Правда, сам же Алексей ей постоянно мешал, чаще всего выгоняя из своей комнаты со стопкой чистых вещей. Мать, придя с работы, могла высказать дочери недовольство по поводу того, что вещи брата так и лежат стопочкой в гостиной. — А как я их на место уберу, если Леша меня не пускает в комнату? — удивлялась Александра. — А ты не нахрапом лезь, а ласково. Мужчины, они ласку любят. Для тебя сейчас курс молодого бойца. Я тебя к семейной жизни готовлю. Потом еще спасибо скажешь, — увещевала дочь Зинаида. — Нафига она нужна, такая семейная жизнь? — проносилась в голове у девочки. И она топала к брату в комнату укладывать вещи в шкаф. С приходом родителей Алексей становился шелковый и добренький. В десятый класс брат перешел в школу со спортивным уклоном, что в итоге оказалось благом для девочки, так как дома он теперь появлялся только вечером, фактически вместе с родителями. Саша быстро выполняла все, что требовалось по дому, а потом спокойно занималась своими делами. Глава 2. Разрушенная семья После окончания школы Алексей поступил в Институт физкультуры, благодаря своим спортивным достижениям. А из семьи ушел отец. Это было как гром среди ясного неба. Мать, положившая всю себя на алтарь заботы о муже, сама провалила собственную теорию. Мужчина ушел к женщине, которая оказалась совершенной противоположностью первой жены. Хотя и не особо моложе. Саша смотрела на убитую горе мать и вспоминала слова, сказанные бабушке тогда в больнице. Она ведь действительно верила, что окружив мужа заботой, можно удержать его около себя. Брат еще на первом курсе института начал постоянно пропадать на сборах или на соревнованиях. Мать совсем поникла, так как по жизни ничем не занималась, кроме как служения своим мужчинам. Зато Саша воспряла и стала еще лучше учиться. Она чаще оставалась у бабушки, которая всегда была рада своей любимой внучке. Зинаида будто и не замечала дочь. Ей теперь сделалось все равно. Только когда сын возвращался домой, женщина оживала и начинала с удвоенной силой окружать того уютом и заботой. В эти дни она требовала, чтобы дочь непременно была дома, так как брату полагалась особая обслуга. — Ого, сестренка, а ты в красотку превращаешься! — заметил сестру в один из дней Алексей. — Я и не заметил, как ты выросла. — Надо будет тебя замуж выгодно отдать. Мать тебя правильно воспитала. Думаю, богатей такую с руками-ногами оторвут. Ты смотри, честь свою девичью береги, а то никому не нужна будешь. Саша слушала брата и хмурилась. От этих слов ей почему-то стало гадко и противно, будто она в грязи вывалилась. Позже, уже у бабушки дома, она пересказала слова Алексея своей любимой бабе Ире. — Ты знаешь, что я сделаю? — задумчиво спросила бабуля. — Что? — насторожилась девочка. — Я перепишу на тебя мою квартиру. У тебя всегда будет шанс уйти ко мне, и ты будешь знать, что у тебя есть свой угол. — Нечего на мужиков равняться. Они последнее время на мусор становятся похожими. Ты себя ищи, свое предназначение. Будь собой. — Бабуль, а я могу к тебе жить, переехать? — Сашины глаза загорелись радостью. — Ну, пока ты еще школу не закончила, и тебе нет восемнадцати, за тебя все-таки родители отвечают. Если только тебя мать отпустит. — Только не знаю, согласится ли она. Пожилая женщина ласково смотрела на внучку, прикидывая в голове, как подступиться к Зинаиде. Она очень сомневалась, что бывшая невестка захочет отдать дочь. Отец после ухода из семьи даже про детей забыл, как казалось Саше. И хотя он всегда был строгим и суровым, она немного скучала. Мать запретила детям даже имя его называть. Леша, если и вспоминал в редкие минуты своего присутствия дома, иначе чем предатель не именовал родного отца. Олимпиада по химии, проходившая в соседней школе, завела Сашу в местный торговый центр, где она неожиданно столкнулась со своим родителем. Да не одним, а в придачу со своей новой женой. — Саша! — растерянно произнес отец. Он заметно изменился. При этом Александра не могла определить, как именно. Вроде бы перед ней стоял ее папа, такой же, как всегда, но какой-то совсем другой. — Папа? — в тон ему так же растерянно ответила девочка. — Это твоя дочь? — радостно спросила женщина, стоящая рядом с отцом. — Тебя Александра зовут? Эта женщина обратилась уже к девочке и, получив утвердительный кивок, потащила всех в ближайшее кафе. Саша согласилась на угощение, во все глаза продолжая вмолчаливо пялиться на папу и его жену, которая, надо заметить, очень дружелюбно отнеслась к девочке. — Сашенька, приходи к нам в гости! — вроде бы искренне приглашала девочку к себе женщина. А Саша сидела и не знала, как себя чувствовать. Вроде бы она должна считать отца предателем. Но, глядя на папу, у которого глаз горел счастьем, когда он смотрел на свою жену, она не могла его обвинить. Она не знала, почему родители разошлись на самом деле. Мама сказала, что папа просто их предал, и дети должны были довольствоваться данным ответом. А теперь, встретившись с отцом лицом к лицу, девочка не знала, как ей быть. — Приходи к нам в гости! — повторила приглашение папина жена. — Моя дочка всего на год младше. Я думаю, вы найдете общий язык. И Саша неожиданно для самой себя предложение приняла. Долго думала, прежде чем пойти в гости, и не нашла ничего лучшего, чем рассказать бабушке о встрече с отцом и приглашении. — Так иди! — обрадованно ответила Ирина Викторовна. — Отец, конечно, поступил нехорошо, бросив твою мать. Но тут он сам себе хозяин. От вас он не отказывался. Это ваша мама не позволяет ему появляться рядом с вами и общаться. — Ты думаешь, я могу в гости к нему сходить? — Саша воодушевилась. Маме она ничего не рассказывала, так как понимала, что она не разрешит. — Саша! — бабушка улыбнулась. — Все-таки твой отец — мой сын. Я, конечно, на его стороне, хотя и не одобряю его поведение. Александра стояла около двери и мялась. Она позвонила отцу полчаса назад и сказала, что скоро будет. Домофон в подъезде не работал, и она беспрепятственно попала внутрь, поднялась на третий этаж и остановилась в задумчивости, не решаясь нажать на кнопку звонка. Дверь распахнулась, и в проеме показался отец с мусорным ведром в руках. — Доченька! — ласково произнес он, чем совершенно ошарашил Сашу. Он никогда не говорил с ней ласково, и тем более не называл ее доченька. Ты проходи, я сейчас, быстро. Это был вечер неимоверных откровений. Отец шустрил на кухне, не пуская туда своих девочек. Саша недоумевала, а жена отца улыбалась. — Марин, пригласи Сашу к себе в комнату, — заглянула она в комнату дочери. — Мама! — хмуро глянув на гостью, сообщила девочка в очках. — Я там с биологией пытаюсь разобраться. — Могу помочь? — с улыбкой сообщила Саша. Химия и биология были ее любимыми предметами. Саша стала частой гостьей в доме отца, и ей тут было хорошо. С дочерью папиной жены они быстро нашли общий язык. Марина училась в математической школе и очень хорошо разбиралась в точных науках. А вот биология и химия ей давались с трудом. И от помощи Александры она не отказалась. Понимая, что мама не одобрит ее общение с отцом, девочка рассказывала обо всем только бабушке. Скрывать было легко, так как мать все еще пребывала в подавленном состоянии и на дочь обращала внимание только когда нужна была помощь. Десятый класс подходил к своему логическому завершению. Саша шла домой после очередного посещения отца. Ничто не предвещало беды. Стоя около двери, она доставала ключи от квартиры, когда неожиданно дверь распахнулась, и перед девочкой появилась разъяренная мать. Глаза женщины горели каким-то сумасшедшим огнем. По спине Саши пробежали мурашки. — Вот ты, значит, куда шляешься, предательница! — заорала мама. И в этот момент из дверей в девочку полетели тряпки, в которых Александра разглядела собственную одежду. — К папеньке повадилась ходить, неблагодарная дочь! Женщина орала и выкидывала из дома вещи дочери. Саша ошарашенно смотрела на происходящее и не знала, что ей делать. Вот уже в ее сторону полетела обувь, а потом и учебники с тетрадями. Женщина совершенно не смотрела, куда и что она кидает. В принципе, и не метила попасть прямо в дочь. Она просто выкидывала из дома все, что являлось вещами девочки. Она явно приготовилась, так как это все находилось под рукой. — Больше у меня нет дочери! — сказав это, мама Саши захлопнула дверь. Александра огляделась на гору вещей, и по щекам потекли слезы. Тут по лестнице послышались шаги, и вскоре в пролете показался ее брат. — Ну что, предательница, получила? Алексей сейчас походил на мать, тот же горящий ненавистью взгляд. — Топай теперь к своему папочке, посмотрим, насколько ты ему нужна. Саша растерянно посмотрела, как дверь сначала открылась, и, впустив брата, захлопнулась обратно. Тут неожиданно открылась дверь напротив. Выглянула соседка. — Сашенька! — позвала она девочку. — Что случилось? Девочка грустно посмотрела на соседку и ответила. — Меня мама из дома выгнала. — О, божечки, что же творится? Своих детей из дома выгоняют! Пока соседка причитала, Саша взяла себя в руки, вздохнула и растерянно оглядела всю эту гору одежды. — Тебе есть куда идти? — вывела из задумчивости девочку женщина. Саша кивнула, а потом спросила. — Тетя Лида, а у вас пакеты есть? Мне вещи собрать. — И все, я, наверное, не унесу. Можно я у вас оставлю, что не поместится? Пакеты теперь имелись в любой семье, в большом количестве. Поэтому Александра получила их целую охапку. Первым делом она уложила все тетради и учебники. Потом собрала вещи, которые могли пригодиться в первое время, а остальное распихала по пакетам и оставила у соседки. А потом она позвонила. — Бабушка, привет! Меня мама выгнала из дома. — Заходи! — бабушка впустила внучку в квартиру и улыбнулась. — Расстроилась? — Ты знаешь, я пока ехала, совсем успокоилась. — Я же хотела жить с тобой, только так и не решилась с мамой поговорить. А теперь вот она меня выгнала. Я не знаю, откуда она узнала, что я бываю у отца, но, может, это и к лучшему, — поделилась своими мыслями Саша с бабушкой. — Пойдем, я тебе кое-что покажу, — поманила бабуля за собой внучку после того, как девочка разулась. Квартира бабушки была двухкомнатная и старая, с высокими потолками и огромной кухней. И одна комната всегда была заперта. Еще когда Леша и Саша были маленькими, для них эта комната всегда была закрыта. Бабушка говорила, что там склад. Теперь она подвела внучку к двери в эту комнату и открыла ее. Вдоль стены стоял книжный стеллаж, полностью уставленный книгами. Около окна стоял большой письменный стол, совершенно несовременный. Противоположную от книжного стеллажа стену занимали шкаф и кровать. Это была когда-то комната моего мужа, его кабинет. Стол и шкаф очень старые, но добротные, крепче всего, что сейчас делают. Кровать тут появилась, когда подрос твой отец, а мой муж пропал без вести. До самой женитьбы он тут жил. Если захочешь тут что-то поменять, поменяем. Теперь это твоя комната. Саша огляделась, а потом подошла к бабушке и, обняв ее, сказала. Спасибо. Бабушка сама позвонила своему сыну и сообщила о происшествии. Он приехал вместе с женой, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Сашенька, жена отца сразу обратилась к девочке. Как ты? Я хорошо. Александра даже улыбнулась в ответ. Обидно, конечно, но я, наверное, переживу. На предложение переехать к отцу девочка отказалась. Все-таки тут у нее была целая своя комната, а там пришлось бы жить в одной комнате с Мариной или в проходной гостиной. Мам, ты как? Поинтересовался сыну матери. И, получив заверение, что она только рада внучке, все успокоились. Саша попросила только отца съездить с ней за вещами, которые хранились у соседки. Идти одной ей туда совсем не хотелось. Десятый класс закончился благополучно. Единственное, о чем никому не говорила Александра, это о том, что ночами набегала такая обида за свое детство, что слезы непроизвольно сами катились из глаз. Алка, знавшая всю семейную ситуацию подруги, старалась ее поддержать и утешить. «Сань, так ведь даже лучше», — говорила она Александре. «Теперь ты спокойно закончишь одиннадцатый класс и поступишь в свой желанный медицинский, и учиться будешь дальше спокойно, без выноса мозга». Подруга была права, да только одним этим права собственное чувство не заткнешь. Как-то просто забыть не получалось. Но рано или поздно жизнь стирает все обиды, так и у Сашеньки. Обида на мать потихоньку притуплялась, освобождая место для продолжающейся жизни. На два летних месяца бабушка пристроила Александру поработать в медицинский центр, в регистратуру. Она, собственно, не гнала внучку работать, но та сама уже подыскала себе место в больнице с санитаркой. Очень уж хотелось девчонке к медицине поближе. Буквально за две недели до начала учебного года отец со своей новой семьей, прихватив с собой Александру, съездили на море. Это был настоящий отдых. Саша вспомнила, как они раньше ездили в отпуск, и вздыхала. Мама всегда ее контролировала. Только Алексею можно было все – и на банане покататься, и на парашюте полетать. «Женщине не нужны все эти ребяческие развлечения», – вещала мама. И Саша вздыхала украдкой, но мечты от этого не улетучивались. В этом году она полетала с отцом на парашюте, покаталась на водном мотоцикле и даже получила несколько уроков по дайвингу. И как-то слова мамы ей показались не очень-то убедительными, ибо ей хотелось всех этих развлечений. Очень хотелось. А еще Саша заметила, что в новой семье отца не все так уж и гладко. Вернее, между папой и его новой женой все было просто замечательно, а вот дочерью своей Сашина мачеха была не всегда довольна. Марина постоянно таскала с собой какой-нибудь учебник и тетрадку и вечно что-то решала, высчитывала. Вот ей реально все эти развлечения были по боку, кроме дайвинга. Дайвинг она уважала. И, как оказалось, уже не первый год мечтала стать в этом деле мастером. Собственно, это с ее подачей и Сашу приобщили к делу. И если дайвинг ее мама одобряла, то нежелание девушки прихорашиваться, стараться становиться более женственной очень напрягали родительницу, о чем она постоянно сообщала, подкалывая собственную дочь и зачастую очень больно. Саша наблюдала за подколками Виктории, так звали мачеху, и удивлялась. Вроде такая позитивная женщина, а вот эту сторону дочери принять никак не могла. Пару раз Маринка убегала вся в слезах. — Зачем вы так? — полюбопытствовала Саша, став свидетелем очередной перепалки между матерью и дочерью. — Да устала я с ней бороться. Одеваться, как девушка, она не хочет. Только и видит, что свои таблицы и цифры. Сама скоро в цифру превратится. — А разве это главное? — спросила Александра. Виктория нахмурилась. — Что главное? — Быть такой, как вам хочется. Ведь главное, чтобы она свой путь нашла. Моя мама тоже хотела, чтобы я была такая, как она себе представила. Но в этом моменте как-то совсем не было места тому, чего же хочу именно я. Как-то совершенно неожиданно ответила Саша. — А Маринка у вас талантливая. Виктория задумалась, и весь вечер была молчалива, как никогда. А потом она перестала подкалывать дочь, с задумчивостью поглядывала на падчерицу и чему-то улыбалась. Одиннадцатый класс начался объявлением предстоящих ЕГЭ. Саша пообещала себе, что перестанет думать о посторонних вещах, полностью сконцентрировавшись на учебе. А в середине сентября ей позвонила мама и каким-то осипшим голосом сказала. — Ну что, нагулялась? Давай уже не дури, домой возвращайся. — Ты же меня сама выгнала, — удивилась Саша. — Ну, мало ли чего я сделала. А ты и рада. Ушла и носа не кажешь. Может, я уже умерла, а ты даже и не узнаешь. Саша удивленно приподняла бровь. На ее мать подобные разговоры были не похожи. — Мама, я приду вечером, — сообщила девушка и, получив словесное согласие, нажала отбой. Вечером Саша, как и обещала, пришла по адресу своей прописки. Некоторое время мялась около двери, не зная, позвонить или открыть своим ключом. После раздумий надавила на кнопку звонка. Женщина, открывшая дверь, мало походила на ее мать. Грязные волосы, сосульками свисающие до плеч, размазанная косметика и перекошенный от алкоголя взгляд. Она пошатывалась, пытаясь понять, кто перед ней стоит. — Мама? — Саша не верила своим глазам. — Как эта ухоженная эпидантичная женщина смогла в такой короткий срок так опуститься? — А-а-а, предательница пожаловала, — протяжно произнесла Зинаида. — Ну, проходи, раз пришла. Александра шагнула в коридор и поморщилась. Ароматы тут стояли просто с ног сшибательные. — Что кривишься? — мать, пошатываясь, смотрела на дочь и ухмылялась. — Мама, что происходит? Саша прошла на кухню и ужаснулась. В раковине высилась гора посуды, покрывшаяся плесенью. В посудомойке было не лучше. Девушке показалось, что мать достала всю посуду, имеющуюся в доме, даже сервизы для гостей. Притрагиваться было неприятно, но Саша пересилила брезгливость и, закатав рукава, принялась наводить порядок. — Ой, ты посмотри, порядочная какая! Уборкой занялась! — мать ходила вокруг дочери, злобно посмеиваясь. — Мама, я думаю, тебе лучше лечь поспать! — строгим голосом сообщила Александра. — А ты мне не указывай! Сейчас Гришка вернется, и мы продолжим банкет! — надменным голосом сообщила мать. — Какой еще Гришка? — Саша нахмурилась, включая посудомоечную машину. — А что, думали, если бросили, я одна останусь? А вот вам! — женщина скрутила фигу и ткнула ее дочери под нос. — Гришенька меня любит, не то что вы, предатели! — сказав это, Зинаида неожиданно стала оседать на пол и потеряла сознание. Саша, недолго думая, вызвала скорую. Перед медиками было ужасно стыдно, она не знала, с какого времени мать начала пить и сколько выпила, она тоже не знала. И что она пила, можно было только гадать, так как бутылок на полу было большое количество, и какая была последней, догадаться не удалось никому. — Мы ее заберем, — сообщила врач скорой помощи. — Прокапаем, а потом за ней надо присматривать. Вы работаете? — Нет, я еще в школе учусь, — растерянно ответила Саша. Она совершенно не представляла, что делать. — Несовершеннолетняя? — Мне семнадцать через месяц исполнится. — А отец где? — Они развелись, у папы другая семья. Саша отвечала на вопросы врача, а у самой волосы шевелились на голове. — Это она после развода? — После развода держалась, а потом узнала, что я общаюсь с отцом, и весной выгнала меня, видимо, после этого и начала пить. — Жить вы с ней не будете, я правильно понимаю? — А у меня есть выбор. Саша грустно посмотрела на доктора и присела на грязную табуретку. — Я вам порекомендую одного хорошего нарколога. Сходите к нему. Учитывая, что с алкоголем ваша мать связалась недавно, вероятно, ей можно помочь. После отъезда скорой Саша села на табуретку, отстраненным взглядом осмотрела руины некогда уютной кухни и вздохнула. К кому обращаться, она не знала. Поэтому позвонила самому близкому человеку, бабушке. — Ба, мама в больнице, а дома полный развал. Она пьет, и, видимо, уже давно. Через полчаса на Сашин зов примчалась бабушка, прихватив с собой сына. Когда они вошли в квартиру, где Саша уже приготовил из десяток пакетов только с бутылками, ахнули оба. — Ну вот, а ты сопротивлялся, — бабушка с укоризной глянула на сына. — Помогать-то все равно надо. Или ты считаешь, что пьющая мать — крест твоей дочери? — Нет, конечно, — сердито буркнул отец Александры и принялся выносить мусор. — Звони Алексею, — командным тоном заявила бабушка, строго глянув на внучку. — Может, не надо? — неуверенно спросила Саша. — Надо, внучка, надо. Саша нашла в мобильном телефоне номер брата и нажала на вызов. — Что, папенька выгнал? — без традиционного приветствия послышался нахальный голос Алексея. — Мама в больнице, — решив, что раз она недостойна приветствия, то и брату не надо подобное. — Ты давно у нее был? — А чем мне к ней ходить-то? Она бухать начала, в доме срач. Ты сбежала. И чего мне там делать? Тем более у меня девушка с квартирой. Я у нее живу, когда в город приезжаю. Саша растерянно посмотрела на бабушку, а та забрала из рук внучки мобильник и сказала. — Знаешь что, внучок, я очень надеюсь, что ты явишься сюда помогать. Она и твоя мать тоже. Твоя сестра, если ты не в курсе, еще школу не закончила. — Опаньки, бабуля нарисовалась! — хохотнул в трубку Алексей. — Сами разбирайтесь с мамкой, мне некогда. Я завтра на сборы улетаю, потом соревнования в Европе, вернусь через месяц. Мне некогда с ней возиться. А Сашка сама виновата, нефиг было мать бросать. Она после ее ухода бухать начала. Так что пусть бросает школу и тряпочкой по подъездам махать, и за мамкой приглядывать. После этих слов он просто нажал отбой, не дожидаясь ответа оппонента. — Что и следовало ожидать, — сообщила бабушка внучке. Тут пришел отец и неуверенно остановился в коридоре, так как обе его родные женщины как-то немного настороженно смотрели на него. — Ну что, сын, поздравляю. Твой сын — дерьмо полное вашими молитвами, — сообщила мужчине мать. — А я-то чего? — виноватым голосом спросил отец. — Да, а не ты его воспитывал. Не надо скидывать со счетов свое участие в этом фарсе под названием «воспитание сына». Ты так радовался, что Зинка на тебя корону надела и свою ответственность за семью на нее благополучно переложил. — Удобно же, дочь в прислугах. Жена только вот ноги не моет и сапоги не снимает. — Пробовала снять, — буркнул мужчина. — Я не дал. — Велика заслуга. Отчего сбежал-то? Корона на нос свалилась или мала стала? Бабушка безжалостно чехвостила своего сына. — Только вот эта разруха в доме — прямое следствие твоего ухода. И не дай бог ты все на Сашку свалишь. Я лично тебя придушу. — Мам, ну ты чего? В этот момент отец был похож на нашкодившего ребенка, которого почти незаслуженно ругают. — А ты не мамкой. Вон, выноси пока мусор, а мы тебе еще нагребем. Думаю, тут не только бутылки выкидывать надо. После наведения порядка в квартире Саша с бабушкой и отцом поехали по домам. Девушка ловила себя на мысли, что домом она все-таки считает тот, где жила последнее время. — Внучка, мне надо с тобой поговорить серьезно, — обратилась к Саше бабушка Ира на следующий день, когда девушка вернулась из школы. Александра присела напротив своей родственницы за кухонный стол, готовая слушать. — У нас наступают трудные времена, — как будто с трудом подбирая слова, начала Ирина Викторовна. — Я не могу сказать тебе бросить маму, так как ты все равно этого не сделаешь. Но мне очень хочется, чтобы ты меня услышала. Твоей вины в том, что случилось, нет. У твоих родителей есть вина перед тобой, но никак не наоборот. Твоя мать, выйдя из больницы, будет пытаться тобой сейчас манипулировать, давить на твое чувство вины, так как ты ее бросила. Мышление такого рода людей — это способность очень быстро забывать свои поступки. Но зато обвинять других они гораздо. Твоя мама уже не связывает твой уход с тем, что ты была ею выгнана на улицу. Ее логическая цепочка укоротилась. Есть то, что ты общалась с отцом, и то, что ты сейчас живешь со мной, то есть с матерью отца, который ее предал. Все, все промежуточные свои действия она просто запихнула в дальние уголки своей памяти и навряд ли вспомнит. Есть только ее убежденность. — И что делать? — растерянно поинтересовалась Александра. — Отращивать стальные когти, — твердо ответила бабушка и поднялась со стула, чтобы налить чай. Саша нахмурилась и из-под лобья посмотрела на бабушку. — Это как? — А это учиться рассматривать ситуацию с точки зрения собственной выгоды и не идти на поводу у матери. Именно тебе придется трудно, с твоим характером. Ты очень спокойная и неконфликтная. Тебе легче сделать, чем отказываться, и объяснять, почему ты сейчас не можешь. Вообще, я бы подселила к твоей маме Алку, подружку твою. Вот уж кто не пропадет и себя в обиду не даст. Бабушка улыбнулась. Действительно, Алла была боевой, и отпор давала любому, даже если превосходство было на стороне противника. Как она сама говорила, да, я буду трепыхаться до последнего вздоха, и пусть только меня тронут. В классе с ней не связывались уже года три, удивляясь, как тихая Александра дружит с этой гром-бабой Аллой. — Да, Аллочка, тебе палец в рот не клади, по локоть откусишь, — как-то заметила классная руководительница, когда подруга Саши совершенно уверенно доказывала, почему она не может ходить и убирать класс после уроков. Она с седьмого класса занималась с репетиторами, так как учеба давалась ей нелегко, а она метила в хороший вуз. И оставаться после уроков ей было совершенно некогда. Тут был выбор — или вымытый класс, или сытый желудок. А против своего желудка Алка пойти не могла, она считала это нарушением ее права на жизнь. Сама такой термин и ввела в том самом седьмом классе. Саша смотрела на нее и всегда восхищалась. Она не умела спорить и давать отпор, в особенности, если просьбы и требования шли от взрослых людей. — Вообще, внученька, я бы даже попросила тебя договориться с подругой, если у нее будет возможность почаще присутствовать в квартире твоей матери вместе с тобой. — Бабуль, ты считаешь, что мама безнадежна? — поникшим голосом спросила Саша. — Ну, если честно, я никогда не считала твою мать очень умной. Она же не своим внутренним миром покорила моего сына, а заботой и едой. — А мой остолоп, как бычок, пошел туда, где тепло и хорошо кормят, — откровенно поделилась бабушка. И до поры до времени чувствовал себя очень комфортно. Но тут незадача. На его пути встретилась целеустремленная и самодостаточная Вика, ради которой захотелось горы свернуть, да еще и собственноручно. А твоя мама отдавала всю себя семье, посвятив себя своим мужчинам, растворяясь в их интересах. У нее своей жизни не было, она жила делами мужа и сына. А вот ты не в счет, тебе это будет больно слышать. Но когда она узнала, что будет девочка, то очень обрадовалась и сказала, «Теперь мне будет полегче, будет помощница по дому». Она изначально рассматривала тебя как рабочую лошадку в ее служении мужчинам семьи. Саша зажала голову руками и обдумывала слова бабушки. Она понимала, что мать ее не любила и догадывалась, что нужна только как прислуга, но всегда надеялась, что это не так. «Она меня совсем не любит», — сделала вывод девушка. «Сашунь», — бабушка погладила внучку по руке и дождалась, пока та поднимет на нее взгляд. «Твоя мать не любит никого. Она из той категории женщин, для которых важно жить правильно, а правильно она придумала себе сама. Я не знаю ее семьи, так как мать умерла за полгода до ее двадцатилетия, а познакомились твои родители только через год. Отец там вроде бы ушел, но я про него ничего не знаю. Твоя мать просто вычеркнула его из жизни, так как он предал семью, но вынесла какие-то свои установки. Почему-то решила, что главное — удачно выйти замуж, родить двоих детей, желательно мальчика и девочку, воспитать их и встретить достойно старость. И самое главное, твоя мама просто панически боится, если о ней скажут что-то плохое. В этих установках у нее не было места даже для любви к себе, не говоря уж об остальных. «Ну, Лешку-то она баловала?» — задала резонный вопрос Саша. «А ты думаешь, это от любви? Когда женщина своих детей любит, она растит самодостаточную и здоровую личность, готовя ребенка к полноценной взрослой жизни. А твоя мать растила трутня, показывая, что об женщину можно ноги вытирать. «Твой брат уже лет в шесть отказывался ко мне в гости приходить, так как ему не нравилось, что я не снимаю с него ботиночки, заставляю что-то делать и не делю вас, выдавая все вам поровну». Саша с грустью посмотрела на бабушку, вспоминая свое детство. Именно у бабушки она любила бывать больше всего. Саша ворочалась в постели до полуночи, прокручивая в голове бабушкины слова. В ее голове не укладывалось все услышанное, но она не сомневалась в одном — ее бабуля врать не будет. На следующий день в школе она поделилась с Алкой просьбой бабушки, и неожиданно для себя подруга воспряла духом и заявила. «А я с удовольствием. Бабушка, у тебя молоток, я с ней согласна». «А как же репетиторы?» «Ну, я вообще-то сейчас только к двум хожу, по подготовке к ЕГЭ. Остальные мне уже как-то особо и не нужны. Сама научилась учиться. Усидчивость надо вырабатывать, пригодится», — деловито заявила Алла. А Александра поймала себя на мысли, что она как-то отдалилась последнее время от подруги. Потом, пересказывая наставление бабушке, Саша еще раз услышала. «Ну, тебе бабуля, ну молоток же. Таких адекватных старушенций днем с огнем не сыщешь. Мои две бабки любят всем мозг выносить, и каждый выносит его по-своему. Что надо делать у одной, категорически нельзя у другой». Саша вытаращила глаза. «Это как?» «Ну, например, мамина мама терпеть не может, когда сморкаются в раковину или ванну. Платочки наши все, желательно тряпочные. Папина мама наоборот. Чего стирку разводить? С водой все утечет». Папина вечно говорит, что яблоко надо доедать до конца, в косточках витамины. А мамина вечно отбирает огрызок с возгласом «Ну, чего ты там еще выедаешь?» «Это так, навскидку и быстро. Хорошо, хоть обе сходятся во мнении, что есть надо ртом, а не попой». Саша расхохоталась, представив заявленную картину. «Зато родители у тебя классные», – заметила она, вздыхая. «Компенсация за бестолковых бабушек», – с ехидной улыбкой заметила Алка. К выписке матери из больницы Саша навела дома идеальный порядок. Две комнаты в квартире оказались нетронутыми. Видимо, в комнаты детей мать все-таки не пускала своих собутыльников. Про собутыльников Александра узнала от соседки, которая поведала девушке о том, что творилось в квартире последний месяц. Оказалось, что в подпитии Зинаиду начали примечать через месяц после инцидента с дочерью. Но вела она себя спокойно, и все просто списывали на стресс. Думали, пройдет, сама оправится. Неожиданно в середине лета мать связалась с местным алкашом Гришкой. И вот тут начались виражи. Дым коромыслом стоял от их гулянок. Мать веселилась так, будто жила последний день. Ей стало наплевать на всех и вся, музыка до утра гремела по всему подъезду. Сначала терпели, потом начали полицию вызывать. Но Гришка же ушлый алкаш. С него, как с гуся вода. Зинаида-то сама к двери не подходила, всю компанию направляла. А тем законники незакон. В общем, буквально накануне вызова скорой к Зинаиде удалось Гришку в кутузку упечь. Уж что он там натворил, соседка не знала, но все выдохнули. Надеялись, что Зинаида одумается. Саша слушала об этом и чесала затылок. Уж не знаю, совладаешь ли ты с ней, сочувственно глядя на девушку, заметила соседка. Буду стараться, пообещала Саша. Глава третья. Золотая бабушка. Отец Саши пообещал забрать мать из больницы. На этом настояла бабушка. Мама, я не хочу с ней видеться. Пытался отказаться от этой участи отец девушки. Но бабушка была непреклонна. А ты думаешь, твоя дочь одна должна вытаскивать мать из этого дерьма, в которое ты, кстати, ее и укатал? Да, Зинаида женщина слабая и неумная. Но тебе же нравилось быть королем, когда вокруг тебя порхают и по щелчку пальцев все делают. Да даже не по щелчку пальцев. Даже щелкать не надо было. Достаточно было просто посмотреть. И напомню, сынок, в жизни так все устроено. За все надо платить. И сейчас это твоя расплата за королевский уход. Вздохнув, мужчина понял, что спорить с матерью бесполезно. И вполне возможно, она действительно права. Но выдал единственный аргумент, который припас напоследок. Зина сама не захочет со мной ехать. Еще и скандал учинит прямо в больнице. Поэтому ты поедешь со мной. Поставила в разговоре точку бабушка. Саша шла из школы в этот день одна. Они договорились, что Алла будет ее сопровождать в последующие дни. Сегодня дома мать должна быть с отцом. Уже на подходе в квартире девушка услышала ругань. Войдя в квартиру, увидела притихших родителей. Ты зачем отца сюда приплела? Тут же налетела на дочь женщина. Саша недоуменно захлопала глазами. Чего таращишься? Сердито спросила мать. Что, сама не могла меня встретить? Зинаида, — гаркнул отец, — да так сильно, что в окне стекло задребезжало. А обе женщины, большая и маленькая, притихли и вжали головы в плечи. Хватит третировать дочь. Ей в этом году школу заканчивать. Я буду регулярно наведываться и проверять, нет ли тут посторонних личностей, и посмотрю, как ты к дочери относишься. Мать Саши опешила от такой речи бывшего мужа. Я что, и замуж теперь выйти не смогу? Замуж выйти можешь, но не за алкаша Гришку, который помог тут тебе апокалипсис устроить. У тебя, помимо взрослого сына, есть еще и дочь, и она еще несовершеннолетняя. Напоминаю, если ты забыла. Дочь решила остаться тут и присмотреть за тобой, но если ты опять будешь устраивать выкрутасы, я ее заберу. Сыну ты, как оказывается, не нужна, что неудивительно при таком воспитании. Тут Зинаида взвелась. Ты был не против такого воспитания. Сам радовался семейной жизни и принимал все как должное. А сейчас новое перед тобой. Что, еще лучше стелется, чем я? Моя жена не стелется, вздохнув, ответил отец Александры. Я, оказывается, даже готовить люблю. Мать девушки зло зыркнула на бывшего мужа и промолчала в ответ. Саша тем временем разделась и прошла на кухню. Родители проследовали за ней. — Ты теперь тут до вечера торчать будешь? — полюбопытствовала женщина через некоторое время. — Нет, скоро уеду, — спокойно ответил мужчина. — С дочерью переговорю и уеду. Зинаида фыркнула и удалилась в спальню. — Саша, — обратился отец к дочери, — обещай мне, если вдруг хоть что-то в твою сторону случится, ты мне сразу позвонишь. — Хорошо, папа, — кивнула дочь. — Мне бы, конечно, было бы спокойнее, если бы ты была у бабушки. Там я за тебя не переживаю. — Па, все будет хорошо, не волнуйся, — успокаивала отца дочка. — Обещай, что если вдруг придут незнакомые мужчины, не открывай дверь и всегда смотри в глазок. — И сразу мне звони, — продолжал наставлять девушку мужчина. — Пап, я помню, — с улыбкой ответил Александра. Они уже раз десять обсудили этот момент. — Никого постороннего я в квартиру пускать не буду. После больницы мать притихла и третировать дочь перестала. Она вообще сделалась молчалива и замкнута. Мать и дочь существовали в одной квартире, как два отдельных мира. Саша спокойно училась, ей никто не мешал и особо ничего не требовал. Отец, по первости навещавший свою дочь регулярно, постепенно сводил на нет свои походы к бывшей жене. У него в новой семье ожидалось пополнение, о чем благополучно молчала и Саша, и сам мужчина, чтобы не провоцировать Зинаиду на новый всплеск неадекватной реакции. Одиннадцатый класс близился к концу, когда неожиданно в апреле объявился Алексей. Пришел домой понурый и всем недовольный. Мать, до этого пребывавшая в какой-то прострации, вдруг ожила и принялась с удвоенной силой обхаживать любимого сыночка. Оказалось, что Алексей очень плохо выступал весь этот сезон, и его не включили в сборную на будущий год. А раз не включили, он решил и на учебу забить. Нет, он уходил каждое утро, но Александра сомневалась, что учится. Она никогда не видела брата, делающего какие-то задания. Он преспокойно играл в комп целыми днями. Саше возвращение брата не нравилось, так как теперь мать начала опять донимать дочь своими старыми требованиями. Накорми брата, постирай за ним, обувь ему помой, будто он был безрукий. Алеша радовался, чувствуя себя снова на пьедестале. — Сеструха, ты дома? — раздалось от двери, когда Саша только села готовиться к контрольной по химии. — Я занята! — прокричала она, не вставая с места. — Чем это ты занята, когда твой брат есть хочет? По-хозяйски Алексей ввалился в комнату и заглянул через плечо в тетрадь сестры. — Давай завязывай, нефиг тебе этой лабудой заниматься, меня кормить надо. — А ты немощный и безрукий инвалид? — огрызнулась Александра, разворачиваясь к родственнику. — Ты как со мной разговариваешь? — сердито глянув на сестру, спросил Алексей. — Я тут единственный мужчина в доме, ты что себе позволяешь? — Мужчина в доме тот, кто деньги зарабатывает, а пока у нас это мама, — заметила Александра, не вставая со своего стула. Леша замахнулся и влепил сестре смачную пощечину. — Быстро встала и пошла мне стол накрывать! — проорал он. Саша схватилась за покрасневшую моментально щеку и, выскочив из-за стола, метнулась в ванную, по пути, не забыв прихватить со стола телефон. — Пап, меня Леша бьет! — сообщила она отцу, как только услышала ответ своего родителя в трубке. — Сейчас приеду! — быстро ответил мужчина и действительно приехал минут через пятнадцать. Все это время Алексей колотил в дверь ванной кулаком, угрожая выломать дверь и проучить сестру за такое хамское поведение. Звука открываемой входной двери он не услышал и поэтому был ошарашен появлением отца. — Ты как сюда попал? — недоумевая спросил Леша. — Ключи у меня есть от квартиры. Я тут вообще-то тоже собственник, сынок. Ты не знал? Со скептической ухмылкой ответил отец. — Ты чего к сестре прицепился? Дверь в ванную тем временем открылась, и Саша выглянула в коридор. — Она не хочет меня кормить! — совершенно серьезно ответил парень. — А у тебя руки из жопы растут? — поинтересовался отец. — Па, ты чего? — Алексей был удивлен. — Нас же всегда мама и Сашка кормили. — Теперь не будут, — ответил мужчина. — По крайней мере, Саша тебя обслуживать не должна. Повернулся к дочери. — Собирай вещи, поедем к бабушке. Этот инвалид тебе тут житья не даст. Дважды говорить девушке не пришлось. Она опрометью бросилась в свою комнату выполнять требуемое. Вернувшаяся с работы мать была тут же введена сыном в курс дела, конечно, без некоторых подробностей. Попытка вернуть дочь домой успехом не увенчалась. Тут уже в оборону встали два взрослых человека. Правда, Саша все равно переживала и делилась своими мыслями с Алкой. Мне перед мамой стыдно. Бросила ее одну. А она же тоже устает. Лешка ведь ей не поможет. — Эй, подруга, не дури! — давила на корню начинающийся процесс самобичевания Алла. — Твоя мать сама виновата, что такого сына вырастила. Ты тут ни при чем. Твоя мать же совсем не заинтересована в том, чтобы у тебя все было хорошо. Ты для нее только предаток для обслуживания этого придурка. На подобных словах Саша вздыхала и соглашалась, ибо возразить было нечего. То время, когда Алла была частой гостьей в родительской квартире, Александра всегда вспоминала с улыбкой. Правда, длилось оно недолго. Когда Алла пришла к ним в первый раз, мать Саши была недовольна, но промолчала. Девочки вместе делали уроки. На третий день она уже еле дождалась, пока одноклассница дочери покинет квартиру и высказала свое недовольство. — Это бабушкина идея, — честно ответила девушка. — Она считает, что при подруге ты меня третировать не будешь. Мать пообещала, что приставать к дочери не будет, и попросила прекратить эти посещения их дома Аллой. Саша послушалась, и, собственно, до возвращения домой блудного сына договоренности были в силе. — Не бывает худо без добра, — любила говаривать Сашина бабушка, — и возвращение внучки было тому подтверждением. Бабушка очень обрадовалась данному происшествию, а Саша смогла спокойно окончить школу и очень хорошо сдать экзамены. — Куда собираешься подавать документы? — полюбопытствовала Ирина Викторовна. Она знала, что внучка хотела связать свою жизнь с медициной, но в свете последних событий как-то данный вопрос отошел на второй план. — В академию МВД, — ответила Саша, чем очень озадачила бабушку. — Ты же в медицинский собиралась, и ЕГЭ сдавала по специальности — химию и биологию, — удивилась женщина. — А я на медицинское направление. — Хочу быть судмедэкспертом, — заявила внучка. — Ой, божечки, — бабушка приложила свои ладони к щекам, — это в трупах ковыряться. — Ну и в трупах тоже, — немного виновата кивнула Саша. — Бабуль, да ты не волнуйся, это не страшно. Мы были на экскурсии в этой академии, а медэксперт — это вообще еще интереснее, чем врач. Я и как все болезни лечить буду знать, и как всякие отравы искать, и много всего, симптомы болезней на глаз определять смогу. Саша так самозабвенно рассказывал о своей будущей профессии, что бабушка немного успокоилась. — Ну, раз хочешь, учись. Будет у нас свой человек в морге, тоже неплохо. — Бабуля! — засмеялась Саша после данной реплики. — Да это я так переварю, и все будет в порядке. Мне же тоже надо с данной мыслью свыкнуться. Отец на новость о поступлении отреагировал почти так же, как и его мать. Вика поддержала, а у Маринки глаза загорелись, и она утащила свою сводную сестру расспрашивать, что и как в этой академии МВД. Девочка, оказывается, тоже подумывала поступать туда, только на аналитика или что-то подобное, что связано с расчетами и цифрами. В итоге только мать и брат не знали, куда будет поступать Александра. До третьего курса Александра спокойно училась. Мать будто вычеркнула дочь из своей жизни, что, собственно, не могло не радовать. Бабушкиными стараниями девушка поняла, что не нужна матери, и даже приняла это как факт. Правда, все равно теплилась надежда. А вдруг? Но чудо не случалось, мать не звонила сама, а Саша сначала ждала, а потом уже и перестала, решив не названивать попусту. Когда на телефоне высветилось слово «мама», сопровождаемое мелодией, девушка удивилась, мотнула головой, не веря своим глазам. Когда наваждение не развеялось, ответила. «Мама?» – удивленно спросила она. «Здравствуй, дочь!» – серьезным голосом ответила Зинаида. «У Алексея свадьба намечается. Поговори с отцом, пусть денег на торжество выделит». Саша проглотила то, что мать даже не поинтересовалась, как у нее дела, и лихорадочно начала думать, что ответить. Жена отца была сейчас в декрете, сидела с маленьким сыном дома, подрабатывая понемногу на дому. Вся финансовая нагрузка была сейчас на папе, он еще и бабушке немного подкидывал для Саши. «Сомневаюсь, что у него есть возможность», – выдала свою мысль девушка. «Он бабушке помогает. Я же пока еще учусь и свою семью содержит». «Мне наплевать на его семью. У него сын есть, и он ему должен помогать», – сердито ответила мама. «Пусть возьмет кредит. Все-таки свадьба бывает один раз в жизни». Вот эта реплика Сашу удивила, так как статистику разводов она знала не понаслышке. Маринка училась на аналитике данных в том же ВУЗе, что и Александра. Поэтому, встречаясь за обедом со сводной сестрой, ей приходилось выслушивать те или иные данные по стране. И заявка матери о том, что свадьба – это один раз в жизни, немного насмешила. Да, собственно, отец женат уже второй раз. «Мама, ты уверена, что Лешка через полгода не разведется, и потом еще через год не захочет погулять на новой собственной свадьбе?» «Что ты такое говоришь? Он не твой отец, чтоб разводиться. Тем более, его невеста беременна». Последние слова она сказала очень нерадостно, и Саше показалось, что не все так уж там и гладко. «А жить они где будут?» – поинтересовалась Александра. «У нее есть квартира, родители состоятельные», – ответила мать. И попросила еще раз. «Поговори с отцом, я сама всю свадьбу не потяну». «А родители невесты?» «Они квартиру молодым предоставляют», – ответила Зинаида. Саша пообещала поговорить с отцом, правда, очень сомневалась, что он поддержит данную идею. Даже бабушка не поддержала, тут же рассудив, что не мешало бы молодым самим копить на свои хотелки. «Твой отец ни копейки у меня не взял, ни на одну из своих свадеб. Все сам, и ничего не помер». «Я так понимаю, другая сторона предоставляет квартиру молодым, а моя мама должна устроить свадьбу», – скептически заметила Саша. «Удобная позиция. Наша семья сейчас в кредиты влезь, чтобы они погуляли, а через полгода они разведутся, и молодая жена останется с квартирой, ибо наверняка те родители не дураки и оформят все так, как надо. Лешке там ничего не достанется, и кредиты он гасить не будет. Я даже сомневаюсь, что он работает». Саша смотрела на бабулю и улыбалась, радуясь тому, что она у нее есть. Иногда вечерами, уже лежа в постели, она думала, как бы ей пришлось не быть у нее такой золотой бабушки. И отец бы наверняка стушевался под напором бывшей жены. Осталась бы она одна, одинешенька, в круговерте с пьющей матерью и братом, которого и братом-то считать не хочется. Свадьба Алексея наделала много шума, вернее, ее подготовка. А когда отец спросил, собираются ли его приглашать на торжество, то услышал много нелестных слов в свой адрес, после чего сообщил, что даже не подумает финансировать данный фарс. Мать после этого донимала звонками дочь, просто требуя достать денег. Звонки прекратились за месяц до свадьбы. Приглашение на торжество эта часть семьи не получила. Саша в очередной раз убедилась, что матери она нужна только для улучшения жизни родного сына. Ведь Зинаида даже не знала, где учится ее дочь, и мысли узнать у нее даже не промелькнуло. — Алк, вот ведь как бывает, — рассказала о случившемся Александре, своей закадычной подруге, с которой они теперь виделись нечасто, ибо учились в разных местах. — Санька, ты не парься, а радуйся, что у тебя все нормально получается. Ты знаешь, у меня на курсе есть девушка, которую мама любит, как твоя, твоего братца, чуть ли не провожает свою золотую и ненаглядную доченьку в институт, и это на третьем курсе. Все ржут над ней, а она тихая и скромная, и совершенно не умеет общаться, так как родительница ее окружила стеной своего внимания, так что уж лучше, когда ты не нужна. — Хочется, чтобы любили, — мечтательно произнесла Саша. — Тебя бабушка любит, вон как, да и отец вроде тоже. Тебе мало любви? — скептически глянула на подругу Алла. — Ну, все-таки мама. — Я тебя тоже люблю, — заверила подругу Алка, улыбаясь. — Да, — Саша с благодарностью глянула на подругу, — ты моя опора всю школу. Девочки в классе всегда удивлялись, как мы с тобой дружим. Ты боевая и бойкая, а я спокойная и тихая. — Противоположности притягиваются, — сознанием дела заявила Алла. Спокойная жизнь продолжалась еще полгода, после чего мать опять позвонила Александре. — Дочь, ты на работу когда будешь устраиваться? Саша удивилась такому вопросу, так как учиться ей предстояло еще пятый и шестой курс. — Я вообще-то учусь, — заметила она матери. — Ну, многие и учатся, и работают, да и уже заканчивать должна. Понравилось у бабки на шее сидеть. От таких слов матери Саша чуть не поперхнулась. — Мам, ты чего? Мне учиться этот год, а он не так давно и начался, и следующий, потом ординатура на два года. И совмещать работу у меня не получается по причине плотного графика занятий. — И дома еще над учебниками сижу до ночи, — немного возмущенно ответила Александра. — И чего это тебе захотелось, чтобы я вдруг работала? Я же с тобой не живу. Надо матери помогать. Или ты думаешь, тебя просто так растили? Саша растерялась от такой наглости и даже не сразу нашлась, что ответить. — У тебя там любимый сынок имеется, который все сливки по жизни получал. А просить помощи у дочери, о которой ты всю жизнь ноги вытирала, и остальных к этому приучала. Мне кажется, должно быть стыдно. — Кто бы еще о стыде говорил? Бросила мать, ушла к бабке и довольна. Замуж тебя никто не возьмет, лентяйку такую. Да я и не рвусь туда. С чего ты взяла, что мне нужен замуж в твоем понимании? Наелась я в детстве мужского внимания. В общем, твои выбрыки меня мало волнуют. Мне нужна финансовая помощь, и я требую, чтобы ты начала работать и мне помогать. — Тебя с работы выгнали? — поинтересовалась Александра, не понимая данного требования. Матери было всего-то сорок шесть лет. — С чего это? — опешила Зинаида. — Так ты не пенсионер, сама зарабатываешь. Мама, я свои дочерние обязанности знаю, поэтому будь добра, оставь меня в покое. Сказав это, Саша нажала на кнопку отбоя и, устало вздохнув, вышла из своей комнаты рассказать бабушке про звонок матери. Практику на пятом и шестом курсе Саша проходила уже в экспертно-криминалистическом центре МВД, куда ее взяли по рекомендации преподавателей академии как лучшую студентку. И уже после первой практики девушку обнадежили, что возьмут ее в ординатуру сразу сюда. Саша радовалась, так как работа ей нравилась. Она довольно стойко переносила вид трупов еще на первом курсе, сама неожиданно для себя, обнаружив, что, собственно, не боится. И даже не побрезговала взять в руки скальпель и сделать свой первый надрез. А уж разгадывать загадки, опираясь на знания, и выискивать ответ, ей нравилось всегда. Уже на практике в центре ей пришлось столкнуться и с другой стороной работы эксперта, такой как бумажная волокита и бюрократия. Это удручало и бесило, но, как сказал ее наставник Вениамин Семенович, в любой работе есть свои минусы, главное не ставить их на пьедестал. Если ты будешь каждый раз о них спотыкаться, как о китайскую стену, то таковой стеной они для тебя и станут, длинной и непроходимой. Александра привыкала и к коллективу, и к специфическим шуткам криминалистов. Бабушка радовалась, что внучка нашла себе работу по душе. Зазвонил телефон. Высветилась веселая физиономия Алки на экране. Уже выхожу, сообщила подруге Александра. Давай быстрее, тут холодно, торопила Сашу Алла. Быстро одевшись и попрощавшись с будущими коллегами, которые тоже прибирали свои рабочие места и собирались домой, Александра покинула помещение. Чего ты там так долго торчишь-то, поинтересовалась Алла. Работу доделывала, улыбнулась Саша, радостно обнимая свою подружку. Я же не могу бросить микроскоп с материалом. Надо все убрать, там улики. И часто трупы режешь. Саша хохотнула. Настолько забавно выглядела подруга в этот момент. Бывает. Вчера привезли труп криминальный. Мне надо было определить, от чего он скончался. И я почти все нашла. Он очень сложный был, меня похвалили. Вениамин Семенович сказал, что первогодкие ординаты не всегда могут найти столько симптомов и причин. Я молодец. Я в тебе не сомневалась, уверенно сообщила Алла и спросила. А ты брата давно видела? Давно. Саша нахмурилась. Мне кажется, он к матери вернулся. Я тут его часто на районе стала встречать. Не знаю. Мне мать звонила осенью. Требовала, чтобы я работать шла и помогала ей финансово. Странно. Если Лешка с ней живет, то чего от меня-то помощь нужна? Хотя, может, он только недавно вернулся? Саша недоуменно пожала плечами. Все разъяснилось через неделю. Когда мать позвонила дочери, все по тому же вопросу, что и раньше. Мама, у тебя же Леша вернулся. Чего ты от меня хочешь? Твой брат не работает. А я одна не могу его кормить, нехотя сообщила женщина, называвшаяся матерью Александры. А теперь еще и алименты прибавились. Мама, тебе не кажется, что это нечестно? Меня ты хочешь лишить получаемого образования и отправить работать, а здорового мужика готова кормить до пенсии? Он мужчина. Пусть идет работать. А меня больше не трогайте. Я его кормить не собираюсь, даже когда работать буду. Положи в трубку. Александра еще некоторое время переваривала разговор с матерью. Она пыталась понять, почему так? Чем так хорош ей Лешка, что она упорно не хочет видеть, что потакая ему только хуже делает? В этот момент она вспомнила про алименты и сообразила, что у нее имеется племянник или племянница. И ведь она даже не знала, кто. Александра, здравствуйте. К девушке подошел молодой мужчина в форме. Вениамин Семенович сказал, что вы занимаетесь делом об отравлении. Здравствуйте. Саша повернула голову и глянула на говорившего. Я как раз отчет пишу. Молодой мужчина с лейтенантскими погонами на кителе, Саша уже научилась отличать, кто перед ней, присел на стул неподалеку и начал пристально сверлить девушку взглядом. Александра смутилась. Закончив начатое, она быстренько распечатала все, что требовалось, и удалилась в лабораторию. — Александра, ты доделала? — спросил Вениамин Семенович, и, получив молчаливый кивок, пристальнее присмотрелся к своей практикантке. — Что-то случилось? — Да неприятно. Этот лейтенант, пока ждал, так и сверлил меня взглядом, будто таким образом я быстрее все доделаю. Быстро выпалила девушка и осеклась. Жаловаться она не любила, а тут выплеснула на своего наставника свои негативные мысли. — Ой, извините. — Сашунь! — Вениамин Семенович улыбнулся. — Ты же красавица! Вот мужчины на тебя и заглядываются. — Думаете, поэтому? Мне показалось, что он просто хотел, чтобы я побыстрее доделала, поэтому и гипнотизировал, — ответила Саша и задумалась. То, что она симпатичная, она, конечно, знала. Может, кто и красоткой считал. В детстве на ее внешность дома особо внимания не обращали, а отец только совсем недавно начал говорить, что у него такая красивая дочь, и он ей гордится. Это льстило и придавало уверенности в себе, но при этом Саша как-то не испытывала иллюзий по поводу мужского пола. Жизнь в семье, где она всего лишь обслуга для мужской части, научила ее не особо-то и рваться замуж. Все попытки ухаживаний как-то быстро заканчивались, так как поощрение от самой Александры было очень вялым и неуверенным. Она вроде бы позволяла с собой общаться, но более близких отношений не хотела. А парни быстро понимали, что добиваться ее придется долго и усиленно, посему сливались в туман буквально после третьего свидания. Алка, заговаривая на данную тему, всегда вздыхала. Ей хотелось видеть подругу счастливой, а та даже опыта отношений не имела. — Ага, нарвусь на такого, как мой братец. Вот удивительный опыт будет, — скептически отвечала на выпады подруги Саша. Алла-то кавалеров меняла как перчатки, но попытку свести подругу с каким-нибудь другом своего парня очень быстро отмела, заметив нежелание Сашки. В итоге махнула на нее рукой и перестала донимать. Лейтенант полиции, который приходил за результатами экспертизы, выловил Александру после практики и даже умудрился напугать девушку, столкнувшись с ней в дверях. — Ой! — Саша отпрянула, когда неожиданно быстро открывшаяся дверь явила ее взгляду того самого молодого мужчину, который так пристально смотрел на нее во время работы. Девушка быстро шмыгнула мимо, но услышала за спиной. — Александра, подождите! Она обернулась. — Я что-то не то вам в бумагах выдала? — полюбопытствовала девушка. — Нет-нет, с бумагами все хорошо, — заверил Сашу мужчина. — Я просто... — он замялся. — Можно я вас провожу? Александра удивилась. — До метро? — Почему до метро? Я на машине. — О-о-о! — Александра замялась. — На метро до меня будет гораздо быстрее, чем по пробкам. — Торопитесь? — Бабушка дома ждет, — сообщила Саша, поймав себя на мысли, что как-то уж нелепо выглядит вот этот вот разговор. — Давайте мы позвоним бабушке. Я сообщу ей все мои данные, могу даже номер паспорта, также номер машины, своего полицейского жетона и адрес отделения, где я работаю. — О-о-о! Тут Александра определенно подзависла, не зная, что ответить. Дверь за спиной лейтенанта открылась, и оттуда вышел Вениамин Семенович. Увидев рядом со своей практиканткой молодого мужчину, приходившего недавно за экспертизой, и подмигнув девушке, прошел мимо, на ходу еще раз попрощавшись. — Я даже не знаю, как вас зовут, — заметила Саша. — Это поправимо, — улыбнулся лейтенант. И тут, на крыльце экспертного центра, под освещением фонаря, она разглядела, как же могут мило улыбаться мужчины. — Андрей Терехов, поедем? — Сначала бабушке позвонить, — напомнила Саша. Бабушка, получив столько информации от провожатого внучки, была сильно удивлена и заподозрила серьезные намерения. Саша села в машину и улыбнулась. — Да, все-таки Вениамин Семенович был прав. — Александра, а вы давно тут работаете? — поинтересовался Андрей, поворачивая ключ в замке зажигания машины. — Я на практике, — ответила Саша. — Вот я и понять не мог, почему я вас там раньше не видел. — Да, вглядывались вы в меня тщательно. Я думала, дырку прожжете, — заметила Саша и улыбнулась. Рядом с этим молодым мужчиной вдруг стало легко и спокойно. Почему-то захотелось довериться и говорить все как есть. — Извините, я не хотел вас смутить. — Извиняю, — ответила Александра и улыбнулась снова. До дома девушки ехали больше часа. И как-то даже оба не особо-то волновались из-за возникавших пробок. Да и время пролетело неожиданно незаметно. Андрей Терехов оказался потомственным опером. Его дед и отец служили в милиции, а вот он уже, получилось, что в полиции. — Андрей, а где ваша форма? Вы же в ней были, — полюбопытствовала девушка, когда они были уже в ее районе и до дома оставалось совсем чуть-чуть. — А я в ней почти не хожу, только когда высокое начальство приезжает. Вот сегодня были, так в форме меня за экспертизой и отправили. На работе она у меня живет. Саша предложила высадить ее на перекрестке, чтобы мужчина не крутился по дворам, но поддержки не получила, и машина подвезла ее к самому подъезду. — Можно я завтра вечером за вами заеду? — спросил Андрей. — Можно, — кивнула Александра и, попрощавшись, вышла из машины. Радужное настроение девушки испортил маячивший около подъезда брат. Это было крайне неожиданно. Раньше он сюда не приходил. — Привет, сестренка! По голосу Саше показалось, что Алексей не очень трезв. — Здравствуй! — настороженно ответила девушка. Ничего хорошего от брата она не ждала. — Санька, подкинь деньжат! — попросил Леша и состроил жалобную гримасу. — А то мне даже на метро не хватает. Порывшись в кармане, девушка вытащила неиспользованный сегодня жетон и протянула брату. — Ты чего, дура? — заорал Алексей, сбивая с руки сестры средства для прохода в метро. — Чего ты мне этот жетон тычешь? — Денег, говорю, дай. — Откуда у меня деньги? — опишила Саша. — Я еще учусь. — Чего к девушке пристаем? За спиной Алексея появился Андрей Терехов, про которого Саша даже забыть успела. Настолько была удивлена встречей с братом. — Чего к ней приставать? Это сеструха моя! — попытался отмахнуться от молодого мужчины Леша. — И чего тебе от сеструхи надо? — спросил Андрей, заприметив на лице провожаемой им девушки недовольное выражение. — А тебе-то какая разница? — Алексей развернулся к собеседнику. — Это наше семейное дело. Саша стояла и молчала, не зная, что сказать в данной ситуации. Ей было неудобно перед Андреем, что ему пришлось стать свидетелем этой некрасивой сцены, но и оставаться один на один с братцем она попросту боялась. Андрей то ли почувствовал тревогу девушки, то ли по опыту знал, что встреча с нетрезвым братом ничего хорошего не несет. — Александра, давайте я вас до квартиры провожу, — предложил Андрей. — Ах, это твой ухажер! — пропел Леша елейным голоском в сторону сестры. — Тогда Колым с тебя, дружочек. Я тебе сейчас Колымом морду так распишу, на всю жизнь запомнишь, — развернулся к брату Саши Андрей. — Ой-ой-ой, напугал! Нагло ухмыляясь, надвинулся Алексей на лейтенанта полиции. — Я вообще-то спортсмен, и такому хлюпику, как ты, накостыляю в раз. Драться с братом девушки Андрей не намеревался, но и спуску давать не хотелось, поэтому он просто достал полицейскую корочку и, раскрыв ее, заявил. — Я при исполнении и провожаю свидетеля. А вот если ты на меня руку поднимешь, ты быстро окажешься в кутузке. Леша опешил, стушевался, а сестра и ее сопровождающий спокойно вошли в подъезд. Поднимались они в молчании, и только около квартиры Саша подала голос. — Ну, раз уж до квартиры проводили, то пойдемте с бабушкой знакомиться, — предложила девушка, чувствуя себя очень неловко после случившегося у подъезда. Бабушка была немного удивлена гостью, так как внучка сообщала, что ее просто довезут до дома, но, узнав причину данной неожиданности, ахнула и присела на кушетку, чуть не промахнувшись. — И что теперь будет? — растерянно спросила она. Бабушка понимала, что покоя сестре Алексей не даст. — Буду провожать Сашу каждый день, — ответил Андрей, как само собой разумеющееся. — Сомневаюсь, что у вас будет возможность провожать меня. — Рабочий день же у оперативника ненормированный, — резонно заметила девушка. — Будем думать, — задумчиво почесал затылок молодой лейтенант. Но от такого братца надо держаться подальше. — Кто бы сомневался, — грустно усмехнулась Ирина Викторовна. — Только ему это не докажешь. Пойду сыну позвоню. Пока бабушка вышла в другую комнату, Саша проводила гостя на кухню и предложила поужинать. Андрей немного помялся, но в итоге согласился. — Саша, давайте перейдем на ты, — предложил он. — Хорошо, — согласилась девушка, поймав себя на мысли, что с этими выконьями сама чувствует себя не очень-то комфортно. — Послезавтра поедем к твоей матери разговаривать, — сообщила бабушка, вошедшая на кухню. — Только вот не знаю, поможет ли. Вдаваться в подробности она не стала, решив, что переключиться на гостя не помешает. Он и так внучку выручил. Уходя, Андрей пообещал, что постарается сопровождать девушку домой, тем более практика заканчивалась вечером. К Зинаиде ехали втроем. Саша, отец и бабушка. — Без меня вы там быстро позиции сдадите, — решительно заявила бабуля. И была, как всегда, права. Ключ от квартиры у Саши имелся, но она не рискнула открывать им дверь. На звонок отреагировали не сразу, а когда дверь открылась, вся троица не сразу признала в женщине Зинаиду. Некогда крупная, пышущая энергией и здоровьем женщина сейчас превратилась в сухую палку с потухшими глазами. Она равнодушным взглядом оглядела пришедших и, усмехнувшись, впустила их в квартиру. — Чего пожаловали? — буркнула она. — Где Алексей? Отец решил не здороваться, раз уж они все оказались недостойны приветствия. — А я почем знаю? Он передо мной не отчитывается. Зинаида устало присела на кушетку. — Только деньги тянет, и все. Между прочим, он не только мой сын, но и твой, так что помогай. Зина, твой сын взрослый человек, он работать должен. Ты и никто другой его уже кормить не должны, — вставила свое слово бабуля. — Тем более денег давать на хотелки. — Нет у него сейчас работы. — Что его за это убить? — подскочила Зинаида, злобно зыркнув на своих бывших родственников. — Да-да, даже дочь она иначе, как бывшая дочь, не именовала. — Он ищет. Просто не все так гладко. — Работа есть, — подал голос бывший муж. — Было бы желание работать. И да, миллионы ему никто платить не будет. Он учился на тренера. Может, и учителем физры в школе работать. Не думаю, что тут все места заняты. — Да, это говорить тебе легко. А ты попробуй этих детей в секцию себе набери, потом удержи. А проверки требуют, чтобы все документы были в норме и работа велась. По этим словам, все трое пришедших поняли, что Алексей матери жаловался на трудности в выбранной им профессии, а та его жалела. — Ну, раз ты его жалеть намерена, то не жалуйся, что он из тебя деньги тянет. Только будь добра, сделай так, чтобы он Сашку не трогал. Дайте девочке доучиться. У нее серьезная профессия. Алешка будет за ней ходить. Придется писать на сына заявление в полицию, что мне очень не хочется делать, — сообщил отец. — Ох-ох-ох, носитесь со своей Сашенькой, как с писанной торбой, — кривляясь, ответила Зинаида. — А сын, значит, по боку? — Сына ты и разбаловала, — заметила бабушка. — И достаточно того, что ты с ним носишься, как с той самой торбой. Саша учится и не шляется, и это ты ее всегда задвигала в дальний угол. — Ну и катитесь со своей Сашенькой, — зло буркнула Зинаида. — А Алексею я не указ. Уже на улице отец предложил. — Может, к нам пока переедешь? Лешка мой-то адрес все-таки не знает. — Не хочется мне бабушку одну оставлять, — грустно ответила Саша. — Да и тесно у вас получится. Куда еще меня там селить? Отец промолчал, вздыхая. Его мать хоть и казалось, что выглядит очень бодрой для своих лет, но наличие рядом внучки успокаивало. Все-таки присмотр. Пока доехали до дома, договорились, что отец будет забирать Сашу после работы, когда не сможет Андрей. Два раза Алексей поджидал сестру, и когда нарвался на отца, был очень удивлен, будто впервые увидел этого человека. Они действительно не виделись с тех пор, как отец ушел из семьи. — Ты? — недоуменно глянув на своего родителя, растерянно спросил Леша. — Я, — строгим голосом ответил отец, — очень рекомендую перестать третировать сестру, иначе окажешься в местах менее приятных, чем квартира матери. — Так я и знал, что ты всегда ее больше любил, чем меня. Сплюнув в лужу, зло процедил Алексей и, развернувшись, ушел. А Саша недоумевала после этих слов. Ее балованный братец подозревал, что отец ее любил больше него, а она ведь и не подозревала в детстве, что ее вообще любят. Позже, разговаривая с бабушкой, она поделилась вот этим заявлением брата, на что услышала ответ. — Ты знаешь, внученька, я пришла к такому неутешительному выводу, что дети, которых чересчур балуют, любви не ощущают. Хотя, пожалуй, не так. Сейчас попробую перефразировать. Когда любишь ребенка, то учишь его жизни. А это всегда и ограничения, и научение тем или иным навыкам. Вот, например, маленький ребенок не хочет ходить на горшок. Сейчас с этими модными памперсами так вообще думать об этом не особо надо. Но он же не может всю жизнь в памперсах ходить. И я тут не говорю, что это не особо и полезно. Приходится приучать. Это жизненно необходимый навык, и хочет этого ребенок или нет, значения не имеет. И вот по жизни много таких вещей, чему надо научиться, независимо, хочешь ты этого или нет. И родительская любовь проявляется именно в том, как ты свое чадо этими навыками наделишь. Леша трудно по жизни будет, и я сомневаюсь, что он справится. Мать потакала ему во всем, благо хоть к горшку хватило ума приучить. Так почему Леша считает, что отец его не любил? А в то время отец ваш упивался возвеличиванием себя. Твоя мама баловала же не только Алексея, но и мужа, взвалив на себя все, что могла. При этом чувств там и не было. Моему сыночку было удобно, но не всем удается уйти от славы безболезненно, даже если это слава в рамках одной отдельно взятой семьи. Так же приятно стоять на постаменте, а вот тут вот эта раба на тебя молится. Зинаида просто не умеет любить и не понимает, что это такое вообще, как мне кажется. А как надо любить? Последовал закономерный вопрос от Саши. Очень сложный вопрос, но, боюсь, ответ на него каждый человек ищет для себя самостоятельно. Однозначно нельзя подкладывать любимому костыли. Тут не важно кто, сын это, дочь или муж, жена. Каждый член семьи должен быть взаимозаменяем и универсален, способным прожить без поддержки остальных. Мы все в один прекрасный момент можем оказаться одинокими. Никто не застрахован от смерти близких и родных, и надо уметь жить самому, как физически, так и психологически. Нельзя растворяться в одном человеке, ибо даже если он не уйдет к другой, как твой отец, он может уйти в мир иной. А тут вообще у некоторых так крышу сносит, что туши свет. У моей знакомой из соседнего подъезда погибли муж и сын. Врагу не пожелаешь такое пережить. Она за месяц превратилась в старуху. У нее нет стимула жить, и это вот очень плохо. Время, конечно, лечит, но бывают такие люди, которые такой возможности этому самому времени не дают. После разговора с бабушкой Саша задумалась о себе, о месте своем в этом мире и об отношениях. Андрей две недели возил ее домой после практики, и ей он нравился. А вчера позвонила Алка и сообщила, что она около экспертного центра, и напомнила о запланированной встрече. Александра успела уже забыть об этом и даже растерялась. Она позвонила Андрею и попросила не приезжать, но парень решил, что он просто обязан проследить, что с Сашей все в порядке, и пообещал подъехать тогда, когда девушка освободится. А потом было предложение завести Алку по пути и неприятное ощущение в груди, когда Андрей со смехом поглядывал на ее более веселую подругу, отвечая на шуточки и подколки. Саша не могла понять причину своей злости, но честно себе призналась, что именно злится. На следующий день Андрей уже привычно подъехал к зданию экспертного центра и поджидал Александру. Девушка вышла не одна, а в сопровождении своего непосредственного начальника и куратора Вениамина Семеновича. Мужчина с серьезным видом выслушивал практикантку, периодически кивая, а Андрей наблюдал за девушкой из машины и улыбался. Саша попрощалась со своим начальником и направилась к автомобилю, который заприметила еще при выходе из центра. На душе немного отлегло, так как после вчерашней поездки с Алкой ее начали посещать совсем невеселые мысли. «Привет!» – поздоровалась девушка, открывая дверцу машины и уже привычным движением присаживаясь на переднее сидение. «Привет!» – в тон девушки ответил Андрей. «Ты и так серьезно что-то доказывала своему куратору?» «Ага, я кое-что вчера прочитала, и мы обсуждали», – Саша улыбнулась. «Кстати, про вчера», – вдруг серьезно заговорил Андрей, – «я про твою подружку спросить хотел». Саша внутренне вся сжалась от вопроса. Ей показалось, что от самой макушки и до самых пяток ее обдало лютым холодом. «Спрашивай», – немного сдавленным голосом велела девушка, – «ты давно с ней дружишь?» Пребывая в своих мыслях, Андрей не обратил внимания, как в лице сидевшей рядом девушки произошли перемены. «Класса со второго, как Алка появилась у нас, так я и дружу, а что?» Саша вся напряглась, в мыслях уже прощаясь с этим молодым мужчиной, с сожалением и некоторой обидой на подругу. «Вы очень разные, она такая разбитная и кокетливая, а ты скромная и тихая», – сообщила в своих наблюдениях Андрей, продолжая не замечать настроение девушки, глядя перед собой на дорогу. Да, собственно, Александра опустила голову, стараясь не показывать бушевавших в ней чувств. «И если вы, закадычные подружки, всю школу прошли, неужели она ни разу не пыталась тебя с парнями знакомить?» «Пыталась», – вздохнув, ответила Саша. Она ловила себя на мысли, что надо было вчера не соглашаться на встречу с Андреем, а тем более на развоз их обеих по домам. «Да только быстро забросила данную затею». «Почему?» – продолжал свой опрос Андрей. «Да мне как-то все они не особо нравились», – ответила Александра. «А Алка перестала меня мучить, просто махнув на все это рукой». Девушка закрыла глаза. Внутри бушевал такой ураган, что она сама не узнавала себя. Было так больно и обидно. Вот только-только появился парень, который ей вдруг понравился, и того увела лучшая подруга. Для себя Саша уже решила, что препятствовать не будет, если вдруг подруге Андрей тоже понравился. Вдруг это судьба, а она тут со своими чувствами. Саша не смотрела даже в окно, за которым пролетали деревья и дома, а также пытавшиеся их обгонять попутные машины. Сегодня оказался на удивление удачный день. На пути не встретилось ни одной пробки. До дома девушки они доехали достаточно быстро. «Саш, ты чего молчишь?» – спросил Андрей, будто выдергивая девушку откуда-то из пустоты. Она и не заметила, как погрузилась в свои мысли настолько глубоко, что даже не услышала пары вопросов, которые были заданы. «Ой, задумалась», – честно призналась девушка, думая о том, как бы ей теперь попросить Андрея больше ее не встречать. «Мы почти приехали», – сообщил водитель и улыбнулся. А Саша тихо сообщила. «Андрей, я думаю, не надо меня больше встречать. Наверняка мой брат больше не придет. После встречи с отцом он больше не появляется». «Что случилось?» Андрей нахмурился, заглушая машину у подъезда девушки. Александра набрала воздуха в легкие и выпалила. «Я же поняла вчера, что тебе понравилось, Алла, поэтому лучше будет, если ты будешь встречать ее, а не меня». Сказав это, Саша открыла дверь и, не глядя на парня, выскочила из машины. Андрей опешил, но тут же вышел из автомобиля, быстро оказавшись около девушки. «Сашка, ты дуреха!» – вот вроде обзывался, а спросил с такой теплотой в голосе, что и обижаться не получалось. Девушка и сама не сообразила, как он так быстро оказался рядом и вот уже прижал ее спиной к машине. Близость мужчины будоражила, волновала и пугала. «Андрей, мне домой надо!» – тихо прошептала она, не поднимая глаз. Она боялась встретиться с ним взглядом и не очень понимала, зачем он прижимается к ней сейчас. Андрей не стал долго думать, просто поднял подбородок девушки и, когда их глаза встретились, медленно наклонился и поцеловал. Сначала немного робко, будто боясь спугнуть, а потом уже более напористо и уверенно. Саша растерялась от этой ласки и ответила. Волна нежности захлестнула ее. В этот момент ей показалось, что она воспарила. Голова немного закружилась, и она обвела руками шею парня. Сколько прошло времени, никто из них не знал. Саша с замиранием сердца прислушивалась к себе, млея от удовольствия и от волны чего-то непонятного, что посетило ее тело впервые, но такого приятного и всепоглощающего. Внутри разгоралось пламя, от которого хотелось петь и летать. Андрей оторвался от губ девушки и прижал ее к себе, пытаясь восстановить собственное сердцебиение. — Сашенька, — прошептал он, — я же как тебя увидел в тот первый день, так и пропал. Ну какая алка! Я просто немного испугался, что раз у тебя такая развеселая подруга, то и ты где-то рядом. Просто мое представление о тебе не ассоциировалось с данным типом девушек. Вот и начал расспрашивать. Извини, что напугал. Саша прижималась к груди молодого мужчины и слушала, как музыку, учащенное биение его сердца, внутри нее распускались пионы. — Почему пионы, — спросите вы? — А потому что именно их Александра любила больше всего. Как-то летом она ездила с подругой к ее бабушке на дачу, а та была просто фанаткой именно этих цветов. Большие соцветия покорили Сашу, чем она заслужила особое отношение от бабушки Аллы, поэтому сейчас у нее внутри распускались именно пионы. — Алла хорошая, — прошептала она в ответ. — Да, веселая. Да, кокетка. Но она не гулена и парней отшивает на раз. Я так не умею, поэтому мне всегда было легче сторониться, чем подпускать к себе. И я буду рад, если ошибаюсь в ней. Андрей выдохнул, чувствуя, как сердечный ритм приходит в норму, и голова немного встает на место. Просто я думал, что настолько противоположные девушки не могут дружить. Саша немного высвободилась из объятий и подняла голову. Теперь ей уже хотелось видеть глаза парня. Она меня всегда защищала. Я была тихой и спокойной, а она боевой и задиристой. Но на меня никто не имел права наезжать. И она меня всегда поддерживала в трудную минуту и никогда не предавала. Я ничего не имею против твоей подруги, но меня настораживают девушки, кокетничающие со всеми подряд, сообщил Андрей. По работе насмотрелся. Как-то уж они кажутся чересчур доступными. Не-е-е, улыбнулась Саша. Это не про Алку. Она только кажется такой. Есть только один нюанс, когда отшивает кавалеров, может так задеть за живое, что те потом годами дуются и стервы ее именуют. Разговор о подруге Андрей решил прекратить. Уж больно он затянулся. Ему-то хотелось лишь убедиться в объекте своих грез, а Алка его и не заинтересовала вовсе. Посему поцеловал Александру, дабы не оставить никаких недомолвок и сомнений в своих намерениях. — Ох и глазки-то светятся! — с улыбкой сообщила Ирина Викторовна, когда внучка впорхнула в квартиру. — И улыбка до ушей! Неужто моя Санечка влюбилась? — Бабуля! — протяжно произнесла Саша, подойдя к бабушке. Крепко ее обняла и уткнулась носом в плечо. — Я даже не знаю, как описать все, что я чувствую сейчас. — Разберешься! — пообещала бабушка. — И в себе, и в чувствах. Ты у меня вообще архаика современности. Таких, как ты, уже не бывает. — Бабуля! — засмеялась Саша. — Откуда такие слова? И откуда ты знаешь, какие сейчас бывают? — Интернеты не ты одна читаешь. Да и на улице многое видно. Хотя, пожалуй, ты еще не совсем архаика. И есть еще такие же скромные и тихие. Но ты-то у меня еще и красавица. Вот тут я поражаюсь, что ни в кого влюбиться до сих пор не умудрилась. — Да, как-то вот не случилось, — улыбнулась Саша, просачиваясь на кухню. А потом был звонок Алке и честный рассказ о том, как Саша приревновала Андрея к подруге. — Да ну! Он мну и не заинтересовался вчера, — хохотнула в трубку Алла. — Это же видно невооруженным взглядом. Зато на тебя так смотрел, так смотрел. Хотя ты же неопытная. Откуда ты знаешь, как парни смотрят влюбленно? — Ха-ха-ха! Опытная ты моя! — счастливо рассмеялась Александра. — Ага, уж тут я фору тебе однозначно дам. Это в науках ты, Дока, а вот в делах любовных — неа. Зато я теперь знаю, какой типаж тебе нравится. И да, зря я все эти годы пыталась тебя хоть с кем-то сводить. Среди моего окружения ничего похожего однозначно не было. — И какой у него типаж? — серьезно спросила Сашка. — Серьезный типаж, основательный такой. — Блин, Сань, ты же первее меня замуж выскочишь сто пудов! — Замуж? — Саша насторожилась и осеклась. — А что ты думаешь, он когда поймет, если еще не догадался, что ты чиста и непорочно, то либо замуж позовет, либо бросит. Но тут, судя по вчерашним взглядам, однозначно замуж позовет. Алка оказалась пророчицей. И буквально через неделю после этого разговора Андрей встретил девушку с огромным букетом роз, наверху которого лежала коробочка с колечком. — Выходи за меня замуж! — сразу же, без схождения вокруг да около, выдал Андрей. Саша опешила и зажмурилась. Она не планировала так скоро обзаводиться мужем. — Я же еще учусь! — напомнила она. — А мы с детьми торопиться не будем! — выдал обещание мужчина. — Саш, я тебя люблю и безумно хочу быть с тобой рядом. Засыпать и просыпаться вместе. Вместе проводить свободное время и вместе учиться жить вдвоем. Говоря все это, Андрей стоял в опасной близости и водил своей рукой по талии девушки, чем совершенно мешал ей думать. Он честно не позволял себе ничего лишнего, но терпение заканчивалось. Да и сама Саша прекрасно понимала, что одними поцелуями взрослый мужчина сыт не будет. Да, собственно, и она сама уже хотела большего. У нее внутри поднималась такая буря, стоило только прижаться к Андрею. В последний день практики Саша дала утвердительный ответ Андрею, и они договорились, что в следующий рабочий день после учебы оба сходят в ЗАГС и подадут заявление. Александра чувствовала себя очень счастливой. Она светилась и постоянно улыбалась. «Блин, подруга, я тебе начинаю завидовать», – заявила Алка из-под лобья, глядя на Сашку. «Даже замуж захотелось. Интересно, тебе такое счастье привалило, потому что ты его одного ждала и себя сохранила в невинности?» «Да я вообще об этом не думала», – фыркнула Саша и засмеялась. «Просто у меня работа правильная, там и встретился такой вот, прям по мне». «Да ну», – усмехнулась Алла. «То есть я в своем маркетинге, что должна встретить по твоей логике?» Александра пожала плечами, но все-таки предположила. «Может, это действует только с узкими направленностями?» «Ладно», – махнула рукой подруга. «Найдется и на мою долю умник подстать такой красотке, как я». «Скромница ты моя», – весело смеялась Саша на такие выпады подруги. До конца учебного года оставалось только сессию сдать, а потом лето, свадьба и новая жизнь. Андрей жил в общежитии МВД, и после свадьбы бабушка Саши предложила молодым поселиться у нее. Родители жениха жили в Серпухове. «Мы тебя будем стеснять», – немного переживала Саша. «Ну, если бы я была моложе лет на двадцать, сама бы выпроводила вас на съем. А теперь мне уже одной тяжело, а к твоей помощи, внученька, я уже привыкла», – сообщила бабушка. «Ой, бабуля, ты у меня совсем не старая», – заверила Саша родственницу. Но предложение остаться жить в этой квартире приняла. Андрей выслушал доводы и, немного подумав, дал и свое согласие. В суматохе дней Саша как-то совсем не подумала о том, что на свадьбу надо бы пригласить мать. Об этом вспомнила бабушка. «Ты маму-то пригласишь на торжество?» За неделю до мероприятия поинтересовалась она у внучки. «Ой, совсем не подумала», – Саша моментально покраснела, что в такой для себя важный момент не вспомнила о самом дорогом человеке в жизни любого ребенка. «Я плохая дочь». «Ребенок», – строгим голосом заявила бабушка. «Ты неплохая дочь, ты нормальный человек, и ты очень правильно перестала рвать на себе волосы при отказе матери от тебя. Но поставить в известность женщину, родившую тебя, не помешает. Хотя мать она так себе». «А с Андреем ее знакомить не надо?» – озадачилась девушка. «Захочет прийти на свадьбу? Познакомиться. А не захочет? Тебе-то что с того? Что ты, парня, потащишь к матери? И она еще про тебя гадости ему наговорит?» «Ты думаешь, она будет плохо обо мне говорить?» Саша удивилась данному предположению. «Я этому не удивлюсь». В итоге Саша сама сходила в свой отчий дом и сообщила матери новость. «И на свадьбу пригласишь?» – из-под лобья глянув на дочь спросила мать после сообщения. «Приглашу», – кивнула Александра. И достала из сумочки приготовленное заранее приглашение. «А брата, смотрю, не приглашаешь!» – мать прочитала свое имя на открытке. «Прости, мама, но его видеть на данном мероприятии я не хочу», – честно ответила девушка, с горечью посмотрев на свою родительницу. «Родной брат уже и не нужен», – вздохнула Зинаида, выпроваживая дочь за дверь. Она даже не пригласила Сашу попить чай или хотя бы пройти в кухню и поговорить. Александра вышла на улицу и медленно побрела к машине, в которой ее ждал Андрей. «Ну как?» – участливо спросил жених. «Да вот даже не знаю, может, не стоило ее приглашать», – высказала свои сомнения Саша. «Мама все-таки», – пожал ключами Андрей. «Он по роду службы уже разных родителей навидался, посему удивлен не был». «Ну и ладно», – махнула рукой девушка. «Придет так придет, нет так нет. Чего я буду себе настроение портить перед торжеством?» Больше вопроса родителей они не затрагивали. Зинаида позвонила дочери только накануне свадьбы и, по привычке, не поздоровавшись, спросила. «Жена отца тоже будет?» «Конечно», – ответила Саша, отметив про себя, что если придется выбирать, то выбор будет не в пользу матери. А мать потребовала именно выбора. «Нет, мама», – твердо ответила Александра. «Я не буду ставить отцу таких условий. Тем более в моей жизни Вика принимала больше участия, чем ты». «Даже так», – сказала Зинаида и нажала отбой. Но на свадьбу она все-таки явилась. Не на роспись, а сразу в ресторан. Пришла без подарка и уже в подпитии. Саша смотрела на мать и уже жалела, что пригласила. Все, кто сидел рядом с женщиной, старались подыскать себе другое место за столом, только бы не сидеть рядом с этой дамой, которая с каждой новой рюмкой становилась все более навязчивее и навязчивее. «Я хочу сказать слово», – очень громко заявила Зинаида, настолько громко, что все примолкли. Женщина кашлянула и начала. «Сегодня у моей дочери важный день. Я бы даже сказала, что самый важный в жизни женщины. Она обрела свою половину, и с этого дня ее главная задача в жизни – служить своему мужчине, быть покорной и жить только его интересами. Как могла, я учила ее этому. Насколько хорошо у меня это получилось, покажет время. Хотя, конечно, влияние бабушки подпортило воспитание». Алка, сидевшая рядом с невестой в качестве свидетельницы, тихонько охнула. «Дорогие сваты, уж не обессудьте, невестка вам досталась своенравная и непокорная. Воспитывайте теперь вы». После этих слов Зинаида села на свой стул и замолчала. Родители Андрея переглянулись и с сочувствием глянули на Сашу. Невестка им нравилась, скромная и спокойная девушка, очень вежливая и готовая помогать. А тут собственная мать девушки так нелестно отзывается о дочери, что они даже немного напряглись. Некоторое время после речи Зинаиды стояла пауза, а потом отец взял в руки бокал и заявил. «Андрей, я отдал тебе в руки свое сокровище, свою дочь. Она замечательная и достойна быть счастливой. Я очень надеюсь, что вы оба найдете свой путь к совместному счастью. Давайте выпьем за счастье молодоженов. Горько!» После долгого поцелуя под счет гостей все будто забыли о словах Зинаиды, а бабушка Саши, приметившая некоторое напряжение в лицах родителей жениха, подсела к ним и поведала всю историю жизни их нового члена семьи Александры. «Сашенька очень отзывчивая и добрая. Матери в обиду мы ее не дали, а так девчонка бы и профессии нормальной не получила, и счастья своего бы не встретила. Я очень старалась заменить ей мать своей любовью, как могла». После свадьбы молодые поехали на море всего на недельку, но вдвоем. Саша летала на крыльях от полного ощущения счастья. Ночи молодых были волнительными, наполненными нежностью и всепоглощающей страстью. Мир казался прекрасным, а все неприятные моменты жизни ушли на такой дальний план, что вспоминать о них никто и не собирался. Сидя вечерами на берегу и глядя, как солнце закатывается за горизонт, так хорошо мечталось. Андрей и Саша много разговаривали и строили планы на будущее. Они пока узнавали друг друга с новых сторон и наслаждались единением душ, ведь под шепот морского прибоя так сладко рядом с любимым человеком. После маленького свадебного путешествия Саша устроилась на работу в тот самый медицинский центр, где она подрабатывала ранее. Появились мысли о том, чтобы остаться тут на несколько часов в неделю и дальше, но Андрей запретил. «Сашунь, нам хватает моей зарплаты, а тебе надо доучиться. Я бы хотел, чтобы ты спала ночами и хорошо училась. Медицина не тот предмет, который можно совмещать с другой работой». «Но я могу учить лекции даже на работе», – возражала молодая жена. «Там не такой уж огромный поток людей, это же платная клиника». В итоге Андрей переубедил девушку, а в конце пятого курса, после практики в том самом экспертном центре, где она прижилась, ей предложили остаться работать на несколько часов в день. Вот тут Андрею отговорить ее не удалось. Саша мечтала зацепиться в этом центре. Она во сне видела, как работает именно здесь. Мать после свадьбы дочери не звонила, брат не появлялся. А Александра решила забыть о них. Зачем навязываться, раз уж она им не нужна? После пятого курса Саша неожиданно познакомилась со своим племянником. И с его матерью, конечно. «Саша, а ты помнишь, что у тебя есть племянник?» В один из вечеров поинтересовался муж. «Ну...» – Александра замялась. «Вроде знаю, что он имеет место быть. А ты почему о них вспомнил?» «Да пришлось познакомиться по долгу службы», – немного нехотя сообщил Андрей, помолчал немного, добавил. «Твой братец тут к нам попал. Проверяли его семью». «Леша?» – стряпнулась Александра. «Что он натворил?» «Да, в принципе, он, к счастью, невиновен, идет свидетелем. Хотя я его подозревал вначале», – успокоил жил мужчина. «И он, оказывается, не разведен официально». Саша облегченно выдохнула. Правда, мысли о непутевом братце ее немного волновали, так как его проступки могли негативно сказаться на ее дальнейшей работе в органах. «Он работает?» «Ага, тренером. Правда, характеристика с места работы о нем нелестная, еще тот пройдоха. Ну, как-то держится и даже тренирует детей». «А как его жена? Почему не развелись?» «Да, она как-то то ли неумная, то ли жутко ленивая. Она так и не дошла до суда, чтобы развестись. Но вот на алименты подала». Сашка вызнала у мужа адрес и приехала глянуть на малыша. Племяш оказался симпатичным карапузом полутора лет, весело гонявшим голубей по аллее неподалеку от дома, где они жили. Саша сидела на лавочке и наблюдала за племянником. Мама ребенка присела на соседнюю лавочку и как-то пристально смотрела в сторону Александры. А потом она подошла. «Привет, ты от Лехи?» Саша встрепенулась. Она настолько была поглощена наблюдением за малышом, что проглядела некоторые движения на соседней скамье. «Извините, попытка сказаться незаинтересованным лицом была провальной. Я просто сижу тут, а ваш малыш такой веселый, вот засмотрелась». «Ага», — жена брата явно не поверила. «Ты Лехина сестра, я тебя на фотках видела. Чего надо-то?» Саша вздохнула, поняв, что отмазаться не получилось. «Любопытно стало. У меня есть племяш, а я его никогда не видела. Просто посмотреть думала». Девушка поймала себя на мысли, что совершенно не знает, как зовут малыша и его маму. Андрей как-то не сообщил, а она не спросила, и сейчас чувствовала себя немного неловко. «Лешка говорил, что ты у него немного умственно отсталая, а ты на вид вроде ничего», — разглядывая Александру, сообщила молодая мать. «Ты в спецшколе же где-то живешь?» Саша открыла рот от удивления. «В какой спецшколе? Я учусь в Академии МВД на судмедэксперта. Живу у бабушки». «Офигеть!» — женщина присела на лавку рядом. «Серьезно?» «Ну да, и школу я закончила с золотой медалью», — сообщила Саша. «Вот ведь козел!» Жена брата оказалась очень эмоциональной. «Это же надо наговорить с три короба, да еще и такого!» А Саша переваривала услышанное. Ей самой было удивительно, что брат про нее такие вещи говорил. И ведь непонятно зачем. «Ну, придурок! Ну, олень!» Жена брата уже подскочила со скамейки и ходила вокруг кругами. В этот момент Саша заметила, как малыш залез на бордюр фонтана чуть поодаль и вот-вот свалится обратно. Она рванула с места и кинулась к ребенку. Жена брата проводила глазами девушку и ахнула. «Вот ведь гад!» И тут отвлек от сына, — сказанув это, бросилась следом за Сашей. У нее был явно пунктик винить во всем мужа. «Данечка, малыш мой!» — заворковала эмоциональная мамаша. «Чего же тебя туда понесло?» Она подхватила сына на руки и прижала к себе. Саша подсела на бордюр и смотрела на мать и сына, который совершенно не понимал, чего все переполошились. Но когда его целовала мама, он любил, поэтому радостно смеялся и оглядывался на незнакомую тетю. «Даня, давай знакомиться! Это твоя тетя!» — мать осеклась. «А как тебя зовут?» «Саша», — Александра улыбнулась. «А тебя?» «Лара». «Ну, Лариса, то есть», — ответила жена брата. А потом они гуляли по аллее, стараясь не упускать из поля видимости шустрого карапуза, так и мечтавшего залезть куда-нибудь повыше. «А ты вообще как в Лешку-то влюбилась?» — поинтересовалась Саша. «Да дура была. И пока встречались, он ведь такой хороший был, обходительный. Такие мне сказки рассказывал, а я, дура, уши-то развесила. Ну и забеременела еще. А после свадьбы как подменили. Я, оказывается, должна все по дому делать, а он король. Я аж прифигела поначалу и даже немного делала. А потом у меня в универе семинар был, и я поздно вернулась. Так он скандал учинил, что я должна думать о том, кормлен ли муж, а не семинары всякие слушать. При этом я уже на седьмом месяце беременности была. Мне и ходить-то было не особо легко. В общем, я его тогда первый раз и выгнала. Но он потом прощения просил и извинялся. Простила. Сейчас вот думаю, ну и дура была. А потом я в больницу попала. Он бабу домой привел, чтобы она его обихаживала. Он, видите ли, не может без обслуги. Его отец застукал и выгнал уже окончательно. Родители меня домой из роддома забрали, а квартиру мою сдали. На это и живем пока с сыном. Но и мама с папой помогают. Лара оказалась адекватной молодой женщиной, немного грубоватой в разговоре, но при этом обожавшей сына. — А ты чего с Алексеем не развелась? — поинтересовалась Саша, когда они сидели дома у Ларисы и пили чай. Даня, умаившись на прогулке, уснул еще на руках матери, пока они поднимались в лифте. — Да надо бы дойти до суда и написать заявление. Родители тоже тюкают. Лара задумчиво посмотрела в свою кружку. — А я чего-то тяну, надеюсь. Мне все кажется, а вдруг он изменится, одумается. Сын ведь растет. Но, видимо, напрасно. Саша вздохнула. И хоть она знала своего братца с детства, сомнения его жены поняла. — Хочешь, расскажу, как нас воспитывали? — предложила она. — Расскажи, — кивнула Лариса. И Саша рассказала, как она должна была ухаживать за братом, как мать бегала вокруг двух мужчин дома и приучала к этому дочь. Александра хотела донести до женщины, что Алексей не исправится. Он воспитан так, что все ему должны. Только вывод такой Лара должна была сделать сама. — Ох, и детство у тебя было! — сочувственно вздохнула собеседница. — Хорошо, что у меня бабушка вменяемая. Да и отец очень изменился, когда из семьи нашей ушел. — Запиши мой телефон, — провожая гостью, сказала Лариса. — Приходи в гости, я буду рада. Саша обрадовалась данному предложению. Все-таки Данечка ей не чужой. Родная кровь, как говорится. Ну и что, что брат остолоб и дурень? Она шла по аллее и прокручивала в голове разговор с Ларисой. Она не очень понимала, за что та полюбила Лешку, но надежда, что он вернется, еще теплилась в глазах женщины. Позже, рассказав о встрече Алки, услышала такой ответ. — Санька, это ты у нас не от мира сего. А в таких бравых мачо поголовно все влюбляются. Дур-то на свете немало. А уж показать себя мачо твой братец умел всегда. Мы же, бабы, вечно ведемся на сладкие речи. Нам лапши на уши навешали, а мы и рады, радехоньки, ведь и самые уши развесили и разомлели. — Что-то я в этой жизни явно упустила, — задумчиво почесала висок Саша. — Не, тебя сберегло от всего этого мрака. Ты однозначно ничего не потеряла, — заверила подругу Алла. — А ты влюблялась в таких? — Было дело пару раз. К счастью, они очень быстро находили новый объект, который будет их обожать. Ну, или я мало обожания проявляла, что вероятнее. И я отделалась парой бессонных и слезных ночей. А потом я поумнела, и такие кадры вижу издалека. Так что спасибо учителям. Хорошо меня учили. — Алк, а ведь я ничего о тебе, оказывается, не знаю. Саша грустно глянула на подругу. — Так ты вечно училась. Хотя, знаешь, я тебе благодарна за это. Ты была единственным человеком, который не лез мне в душу. Я всегда знала, приду к тебе, а ты всегда начнешь меня спрашивать о чем-то таком, что отвлекало меня от моих сердечных метаний. Сама того не зная, ты стала для меня тем островком, куда я могла причалить в трудную минуту и получить толику тепла и искренней поддержки. Ты меня тоже всегда поддерживала. Саша немного удивилась тому, кем она, оказывается, была для подруги. Но было приятно слышать слова благодарности в свой адрес. Два последних курса пролетели как-то совсем незаметно. Саша училась, подрабатывая в ставшем уже своим экспертном центре. Мать и брат ее не беспокоили, что несказанно радовало. Саша регулярно навещала племянника и очень радовалась, что у того адекватная мать и такие же бабушка и дедушка. Мальчуган рос веселым и озорным. Для такого сорванца нужна была твердая рука, а говорить нет Лара умела. Казалось, жизнь наладилась и шла размеренно, без потрясений. Алка выскочила замуж и уже собиралась разводиться. Ее свободолюбивая натура не выдержала жизни в клетке. Муж хотел, чтобы она засела дома, занималась бытом и рожала детей, а деятельная Сашина подруга не умела сидеть дома. Ей нужно было двигаться, быть в центре событий, что совсем не устраивало мужа. «Блин, вот ведь зараза!» – сетовала Алла, когда заходила в гости к подруге. «И ведь какие песни пел перед свадьбой, и бизнес мне поможет открыть, и во всем поможет. А теперь, оказывается, он меня так заманивал. Ага, нашел дуру». «Ал, ты не кипятись!» – пыталась успокоить ее Саша. «Ведь смотри, ты теперь можешь заниматься чем-нибудь дома. Тем более у тебя большой дом». «Ага, он еще хотел домработницу уволить, чтобы я сама драила эти два этажа. Сань, ты меня с тряпкой представь». Алла возбужденно посмотрела на подругу. «Ага, представила?» Саша отрицательно помотала головой. «Уж что-что, а все, что было связано с уборкой, это не про Алку. Алка и половая тряпка – вообще объекты из разных вселенных, так же, как и грязная посуда в раковине. Она не переваривала мыть посуду и была рада, когда дома завелась посудомоечная машина. А вот теперь представь, что мой благоверный заявляет. «Алусик, котеночек, ну это же совершенно нормальная женская обязанность!» Пока Алла пародировала, как ее муж все это говорит, Саша улыбалась и не могла представить, как этот эксцентричный талант зароется в уборке. «И чего делать будешь? Если не пересмотрит своего отношения ко мне, разведусь!» Хмурой строго сообщила Алла. «Я, между прочим, работаю, и меня повышать собираются, а он считает, что его жена не должна работать. Ну и пусть себе другую жену ищет!» «Алк, ты же его так любила!» Удивилась Саша. «Как полюбила, так и разлюблю!» Деловито сообщила подруга. «Санька, я же зачахну дома и быстро превращусь в брюзжащую и выедающую мозг бабу. Только он все равно, как мне кажется, выводов не сделает. Только я виноватой в итоге останусь. Ну и зачем мне на него свои лучшие годы тратить, а потом только ругаться и искать виноватого?» «И откуда ты такие выводы успела сделать?» Удивилась Саша. Она искренне не понимала, откуда ее подруга знает, как оно будет. «У меня две тетки есть, одна характером вылитая я. Вернее, я характером в нее. Один в один. И муж у нее на моего похожий. По принципам. Так что советчицы у меня есть. С личными примерами». «Да», – чесала Александра затылок и даже не знала, что посоветовать. «Даже не знаю, что и сказать». «А ты ничего не говори», – махнула рукой Алла. «Лучше расскажи, как у тебя дела». «Ну», – Саша замялась. «Я беременная». На кухне возникла гробовая тишина. А потом подруга завизжала. «Санька, так это же здорово! У нас будет малыш!» Саша пришла домой и, еле стянув с себя сапоги, устала присела на кушетку. «Сашуль, ты?» – раздался голос бабушки из комнаты. «Да, ба, это я!» – Саша немного отдышалась. До родов оставалось чуть меньше двух месяцев. «Чай пить будем?» – бабушка вышла из комнаты. Она последнее время чаще лежала и как-то быстро стала уставать. «Давай, я пирожок купила!» – Саша улыбнулась. «Я сейчас!» «Да сиди, приходи в себя!» – бабушка махнула рукой. «Чайник-то я разогрею и сама!» «Что врач сказал?» «Все хорошо, завтра монитор будут делать, опять с утра идти!» – недовольно поделилась Александра. Сначала она думала, что доработает до самых родов, но отеки и какой-то неправильный ночной недосып вернули ее с небес на землю. И вот уже вторую неделю она отсыпалась, согласившись уйти в декретный отпуск. Утренние походы в женскую консультацию, да еще и дополнительные процедуры были очень утомительны. «Ба, чего я так устаю? Вот соседка Ксюшка бегала всю беременность, как коза, до последнего дня. А я-то почему так не могу? А дышка еще эта с меня под градом льет, пока на этаж поднимаюсь. Тут у всех по-разному, откуда ж мне знать?» Бабуля пожала плечами и, разлив чай по кружкам, примастилась напротив внучки. Затренькал Сашин телефон. Она с нескольких секунд недоуменно смотрела на номер. «Ты чего?» — вывела внучку из задумчивого состояния бабушка. «Леша звонит», — тихо ответила Саша и нажала на кнопку разговора. «Привет». «Привет, сеструха. Тебе не кажется, что ты плохая дочь?» «С чего это?» «Мать совсем забросила. Про себя-то я уж молчу». «У матери есть ты, и мне кажется, именно тебя ей должно быть достаточно». «Да? То есть долг матери ты отдавать не собираешься?» «Какой долг?» — опешила Саша и недоуменно посмотрела на бабушку. «Дочерний. Мать в больнице. Могла бы и навестить». «И из больницы выйдет. Кто за ней ухаживать будет?» Александра молча вздохнула, а потом, набрав легкие воздуха, поинтересовалась, в какой больнице и по какой причине ее родительница там оказалась. «Приступ сердечный у матери. Вот чего!» Зло буркнул в трубку Алексей. «А с чего он с ней приключился, сказать не могу, ибо не знаю. Я ж не медик». Причину он, конечно, знал, ибо именно когда он ругался с матерью, то и стало плохо. И именно он вызывал скорую, но говорить об этом сестре, конечно же, Леша не собирался. Саша тревожно глянула на бабушку. В этот момент она почувствовала себя виноватой. «Я сегодня к ней в больницу заеду вечером», – пообещала Александра брату, решив сначала дождаться мужа с работы. Глава пятая. Точки над «и». Саша с мужем поднялись к матери в палату. Андрей предусмотрительно попросил у медсестры на посту стул, чтобы жена могла присесть. «В палате есть стулья», – заверила мужчину женщина. «Мама, здравствуй», – поздоровалась Александра с родительницей, которая лежала на кровати и смотрела в потолок. Женщина, отреагировав на голос, перевела взгляд на дочь и как-то немного испуганно посмотрела на Сашин живот. Андрей в этот момент приставил к кровати стул и усадил жену. «Мама, ты говорить можешь?» – тихонько спросила Саша, немного отдышавшись. «Здравствуйте», – тихим голосом проговорила женщина, и из ее глаз потекли слезы. С врачом Александра еще не успела переговорить. Она решила, что сначала стоит повидаться с матерью. «Мама, ты чего плачешь?» – встревоженно спросила молодая женщина. «Леша, Леша!» – слезы потекли с новой силой. «Ругался. Больно стало. Думала, умру!» – говорила женщина отрывистыми словосочетаниями, но стало понятно, что Алексей был причиной конфликта, в котором матери стало плохо. Саша расстроенно глянула на мужа. Она совершенно растерялась. «Мама, мы сейчас с врачом поговорим, а потом еще вернемся», – сообщила она матери, и с помощью мужа встала со стула. Врач, посмотрев на девушку с пузом впереди себя, покачал головой и спросил. «А кроме вас у женщины родственники есть?» «Еще сын. А он сюда не приходил?» – Саша удивилась такому вопросу. Она-то думала, что братец хоть мать-то навещает. «Если и навещал, то я его не видел. А ваша мать все время плачет и просится домой. Она пока еще очень трудно встает, и мы таких больных домой не отпускаем. А уж глядя на вас, я понимаю, что вы ее точно таскать не сможете. Вам скоро рожать, и беременность у вас не такая уж и легкая». Саша понуро опустила голову, не зная, что ответить. «Девушка, вы не расстраивайтесь. Вашу мать можно оставить тут месяца на полтора. Она от нас выйдет, когда восстановится настолько, что сможет по дому ходить без посторонней помощи. Ей будет нужна помощь в оформлении инвалидности. Тут да, придется помочь. Поговорите с братом. Пусть он примет участие в помощи маме». Саша вздохнула и, виновата глянув на мужа, поняла, что без Андрея к брату она не поедет. Заглянув напоследок к матери, она честно сообщила, что лежать той в больнице еще долго. «Домой надо», – плача отвечала Зинаида дочери. «Зачем?» – тут же Александра взяла себя в руки и прямо посмотрела на мать. «Леша один», – ответила женщина. «Мама, Леша за тобой ухаживать будет, или лучше, если ты все-таки под присмотром квалифицированных специалистов побудешь?» Женщина промолчала, только слезы полились из глаз с новой силой. «Как он один?» – после затянувшегося молчания выдала вопрос женщина. «Ты поможешь?» – «Ма, ты мой живот видишь? Мне рожать скоро, и ты при этом лежа в больнице рвешься домой». «Лечись!» – врач сказал, что пока ходить нормально не сможешь, не выпишет. «Леша, поможешь?» – сквозь слезы выдавила женщина. Тут уже Андрей не выдержал. «Зинаида Сергеевна, вы меня извините, но я не позволю своей жене обхаживать брата. Он взрослый человек, должен уметь о себе позаботиться». А Саша медленно поднялась со стула и заявила. «Знаешь, мама, если от тебя последует еще одна просьба по уходу за тобой разбалованным индивидом, которого и человеком-то назвать можно с трудом, я забуду о тебе навсегда». Сказав это, она медленно развернулась и потихоньку пошла к выходу из палаты, не обращая внимания на косые взгляды соседок по палате. Малыш неожиданно сильно начал пинаться, и ей хотелось бы еще посидеть на стуле, но и смотреть на плачущую мать было уже совсем не в моготу. Она-то думала, что мама плачет от боли или радости, что дочь пришла навестить. А она, оказывается, за сына переживает. Как он там без прислуги? В коридоре Саша присела на кушетку и отдышалась. «Как ты?» – сочувственно спросил Андрей. «Ничего, сейчас пойдем», – улыбнувшись через силу, ответила мужу Александра. Саша весь день размышляла сообщить брату о предстоящем визите или нагрянуть неожиданно. С одной стороны, не хотелось идти к нему впустую, вдруг дома не окажется, а она уже настроилась на разговор, второй раз может духа не хватить. А предупредить так Леха вообще откажется и скажет, что дела и вообще разговор не состоится. «Ежайте неожиданно», – посоветовала бабушка. «Если света в окнах не будет, значит и не поднимайтесь, а если свет есть, тогда точно дома». В окнах квартиры, в которой Александра провела все свое такое нерадостное детство, горел свет. Она вздохнула, а Андрей прикоснулся к руке жены и подбадривающе сказал. «Ну что, родная, один неприятный разговор, и все позади?» «Да, надо, хоть и не хочется». Леша недоуменно уставился на сестру, когда открыл дверь. «Ты чего?» «Поговорить». Саша, как грозный военный дирижабль, вплыла в коридор. Брат хотел было не пустить ее, но, увидев за спиной сестры мужчину, стушевался. Он признал, что это тот самый мент, который когда-то провожал сестру, а еще он был удивлен, когда понял, что сестренка на сносях. Спрашивать разрешения на вход никто не стал. Александра, как ни крути, имела долю в этой квартире. «Этого чего притащила?» Кивнул Алексей в сторону Андрея. «Вообще-то это мой муж, и он со мной», ответила Саша, присаживаясь на полку шкафа с одеждой, чтобы снять обувь. Андрей помог жене раздеться, а Алексей брезгливо поглядывал, как его сестре муж помогает снять сапоги. «Он-то до такого не опускался, он-то мужик, а этот...» «Ты мать навещал?» – поинтересовалась Александра, оглядывая замызганную квартиру. Обувь валялась как попало, куртку брат до вешалки не донес и кинул в углу. Было очень заметно, что уже две недели тут точно не прибирались. Именно столько времени находилась в больнице мать. На кухне уже высилась гора посуды. «Санька, ты посуду помой!» – почти приказным тоном заявил Алексей. «А потом остальное прибери». «Чего?» – Саша удивленно уставилась на брата. «Ну, ты же прибраться приехала?» – удивленно заявил Леша. «Я приехала разговаривать». Ледяным тоном, которого Алексей от сестры никогда не слышал, и даже не знал, что она так может, – заявила Саша. «И я тебя спросила, ты мать навещал?» «Да чего ее навещать? Кормят и присматривают. А я тут один. У меня уже чистая посуда кончилась», – огрызнулся брат. «И чего мне с тобой разговаривать? Если убираться не будешь, то выметайся». Леша грозно надвинулся на сестру и тут же получил тычок в грудь. «Пыл, поумерь!» – заявил Андрей. «И послушай сюда, щенок». «За щенка ответишь», – встрепенулся было Леша, но, глянув в глаза мужа сестры, до него дошло, что перед ним грозный соперник. «Ты за мать ответишь», – подала голос Саша, выдвинувшись из-за спины мужа. «Послушай меня, дорогой братец. Тебе придется поддерживать квартиру в порядке и чистоте. Если не можешь сам, вызывай клининг. Я имею на эту квартиру точно такие же права, как и ты, так что выгонять меня отсюда не стоит». «Ты сдурела, клининг! Я тебе что, Рокфеллер?» – возмутился Алексей. «Да ты что?» – Саша усмехнулась. «Ну, так не стоит вести себя, как Рокфеллер, требуя обслугу себе. Ты обычный человек, должен за собой ухаживать сам, а мать из больницы выйдет, еще и за ней». «А ты?» – Леша аж взвелся от этих слов. «А я буду с сыном нянчиться, как раз рожу к этому времени», – сообщила Александра. «Уж извини, но благо от маменьки всегда ты получал, тебе ее и дохаживать. У меня бабушка есть, я как-то ей всегда была нужнее, и мне за ней смотреть. Да и до сердечного приступа, как я понимаю, ты, мать, довел. Вот и расхлебывай». «Это ты бросила мать, и она одна дома зашивается», – орал Алексей. «Да ну!» – Саша смотрела на непробиваемого братца и сомневалась в его адекватности. «И в чем это она зашивается в квартире-то? Уборка и готовка, и все. Одному человеку много не надо, а вот когда на шее висит такой здоровенный трутень, как ты, то, конечно, держите меня семеро», – орала на брата Саша, неожиданно даже для самой себя. «Ты же король, ты же обо всех можешь ноги вытирать. Вокруг тебя все должны бегать. Только все люди не вечные, и наша мать тоже. И именно твоя вина, что она уже сейчас превратилась в инвалида, она ведь еще тебя и кормила, и на свою зарплату. Ты ей денег хоть давал?» «Мне самому не хватало», – зло буркнул Алексей. «А ты еще клининг предлагаешь оплачивать». «Можно обойтись без клининга», – уже немного спокойнее сообщила Саша. «Знаешь как?» Алексей воспрял духом и даже улыбнулся, посмотрев на сестру. «Ты приберешься». «Был бы ты моим братом», – подал голос Андрей. «Летал бы уже по квартире, как драный веник, и шуршал сам, а потом бы еще за чистотой следил, ибо быть повторно драным веником навряд ли бы захотел». «Я сам должен убираться?» – у Алексея на лице появилась такая гримаса ужаса, будто он какашку съел или слезняка. «А почему нет?» – удивилась Саша в ответ. «Уборка – это бабское дело, и готовка тоже», – сердито заявил Леша. «Нет, это дело того, кто нагадил», – ответил Андрей. «Ты правильно заметил, ты не Рокфеллер. Или зарабатывай много, чтобы содержать штат прислуги, или делай все сам». «Наш отец тоже не делал ничего этого», – выкатил последний аргумент Алексей. «Наш отец деньги в дом приносил и получал раза в три больше матери, и ипотеку погасил досрочно, именно потому, что зарабатывал, и машина у нас была», – заметила Саша. «Так что ты на отца не пеняй, и он благополучно теперь шуршит на кухне и жене помогает». При последних словах сестры Алексей скорчил брезгливую гримасу. «Предательница, с отцом общаешься!» «Леша, вот ты вырос, а как был придурком, так им и остался», – устало заметила Саша, вздыхая. «Я не собираюсь обсуждать вопрос моего общения с папой. Сейчас разговор о том, что тебе надо навести порядок дома, или вызвать специально обученных людей, раз безрукий, заплатить, и они приведут квартиру в порядок. Дальше тебе только поддерживать чистоту. Если самому быть поаккуратнее, то уборщиков вызывать надо будет пореже. И купи посудомоечную машину. Мама из больницы вернется, тебе придется ей помогать, а не ее заставлять бегать за собой. Врач сказал, что ей инвалидность надо будет оформлять, и еще неизвестно, рабочую группу ей дадут или нет». Саша говорила тихим голосом, но почему-то именно в этот момент Алексей притих и слушал. Правда, на лице так и осталась маска недовольства, но он уже не перечил сестре. Видимо, до него стало доходить, что придется как-то справляться самому. Алексей, пребывая в задумчивом состоянии, проводил сестру, даже как-то спокойно пообещав, что он навестит мать и потом приведет квартиру в порядок. «Тебе не показалось, что он в конце каким-то странным стал?» Спускаясь в лифте, поинтересовалась Саша у мужа. «Однозначно что-то задумал», – вынес свой вердикт Андрей. На следующий день Александра попала в больницу. Видимо, сказалось общение с мамой и братом. Живот стал каким-то непривычно тяжелым и каменным. «Андрюш, сходи, пожалуйста, к Лехе, проверь его, мне неспокойно», – попросила она мужа. Андрею, конечно, не хотелось ехать к этому человеку, ибо Алексей ему был совершенно неприятен, но спокойствие жены ему было важнее. «Был у Лешки», – первым делом поинтересовалась Саша, когда муж приехал навестить ее на следующий день. «Был», – с кривой улыбкой ответил Андрей. «Твой братец однозначно не пропадет». «Что случилось?» – Саша нахмурилась. «Он пошел самым простым путем. Девушку в дом привел. Теперь там чистота, порядок и пахнет вкусной едой. Алексей так торжественно на меня смотрел, будто выиграл Олимпийские игры». «А у мамы он был? Ты не спросил?» – Саша вздохнула. «Говорит, был, и вроде даже два раза. Я ему сказал, что ты лежишь в больнице, и мать навестить не сможешь пока. Совершенно спокойно сообщил, что все в порядке, он сходит обязательно сам». Александра недоуменно посмотрела на мужа. Слишком уж идеально все выглядело. «А девушку-то видел?» «Да, на вид скромная и тихая. Приглашала даже поесть. Шуршит по дому, на Алексея смотрит влюбленными глазами. В общем, нашел он себе прислугу, которая явно не очень разбирается в мужчинах. Или ей просто не везет. Вот она и ухватилась за то, что попалась. На первый взгляд, очень хозяйственная и домовитая. Дома действительно чисто, и все на местах. «Будет мой братец в итоге, еще и ей алименты платить», – вздохнула Александра. «А может, не сбежит она от него. Есть такая категория людей. Терпят все». В больнице Саша провела две недели и выписалась в хорошем настроении, чувствуя себя легко, насколько это было возможным в ее положении. Первым делом решила навестить мать. Та явно шла на поправку. Глаза светились тихой радостью, и она улыбалась. «Леша приходил», – первым делом сообщила Зинаида дочери. «Все у него хорошо», – сказал. «Лечись, мама, все будет хорошо. Вот какой у меня хороший сын, а ты только один раз была». «Мам, я только вчера из больницы выписалась», – обиженно сообщила Саша, поняв, что брат, впрочем, как всегда, не сообщил матери некоторых нюансов. «Ну, из больницы же можно и отпроситься, и приехать», – возразила женщина, совершенно серьезно глядя на дочь. «Мам, я там лечилась, а не просто полежать легла», – попыталась защитить себя Саша. «Да чего там лечить-то, молодая, здоровая, это я старая и больная». Отвечать матери Александра не стала, понимая, что, в принципе, она сама и укрепила ее в мнении о хорошести сына тем, что уговорила того навещать мать. Ничего в отношениях с матерью не изменилось. Пришлось еще раз признать, что она так и остается нелюбимой дочерью. Александра навещала мать один раз в неделю, решив, что этого для дочернего долга совершенно предостаточно. Проверять брата тоже перестало. Его девушка действительно оказалась заботливой и хозяйственной. Мать он навещал теперь регулярно, поэтому можно было спать спокойно. Правда, спокойно не было. Теперь Саша жалела Валентину, девушку брата, которую тот совершенно не любил, а только пользовался. «Бабуль, я какая-то сентиментальная стала, всех жалею», – жаловалась она бабушке. «Это гормоны, это пройдет, скоро родишь, и тебе будет чем заняться, поверь». И она верила, верила и ждала. Беременность не то, чтобы очень тяжелая была, но крупный плод и постоянная отечность легкости не прибавляли. Хотелось уже родить побыстрее. А тут еще мысли жалостливые лезли. Так и хотелось сходить в материну квартиру и сказать девушке Вале, чтобы бежала оттуда. «Мать из больницы выйдет, и за ней ведь придется ухаживать». Бабушка внучку отговаривала. «Не лезь, и в глаза Вале от такой заботы ты хорошей не станешь. Она пока в розовых очках пребывает, будет считать, что ты просто брата ревнуешь к ней. А когда сама поймет, уже воды утечет немало. Некоторые годами в этих самых розовых очках ходят, и им хорошо. А так, как ни крути, но мать твоя под присмотром адекватного человека будет». С разумностью данных выводов Саша соглашалась. Но жалко-то было. А потом подошло время родов, и ее положили в больницу. Планы врачей сын, конечно, подкорректировал. И явился на свет на четыре дня позже всех прогнозов. Но это было не критично и в порядке нормы. Тут волнений у молодой мамы не было. После роддома она полностью погрузилась в заботы о маленьком Коленьке и доме, с головой окунувшись в материнство. Алексей позвонил через неделю и попросил помочь забрать мать из больницы. «Андрей приедет на машине и отвезет вас до дома», – предложила Саша брату, заранее согласовав это с мужем. «Если его на работу не вызовут». «А сама?» – деловито поинтересовался брат. «Леш, ты больной? Мне с недельным ребенком тащиться в больницу за матерью, когда есть ты, здоровый мужик, и мой муж может вас привезти на машине. Все, мне кажется, этого достаточно». Она не стала говорить, что вообще мог бы и сам справиться. «Такси нынче не дефицит». «Она же мать!» – сердито напомнил брат. «Я теперь тоже мать, и у меня есть обязанности перед сыном. Бабушка болеет, я не могу ее оставить дома с малышом. Все, разговор окончен. Андрей вас привезет, а вы там как-нибудь уж сами, чай не маленький». Алексей еще попытался что-то сказать, но Саша просто нажала отбой. Спорить все равно бесполезно. Она старалась не переживать по этому поводу и просто смирилась. Маленький Николай требовал внимания матери, поэтому разбираться в своих семейных перипетиях ей уже не хотелось. Забот было и так по горло. Андрей был в день выписки тещи вызван на работу, но умудрился освободиться, чтобы отвезти родственников, как было обещано. Алексей было хотел попользовать зятя в качестве таксиста и заехать еще в супермаркет, но был вежливо отправлен бабочек ловить. «Я на работе и приехал только на короткое время», – сообщил Андрей. «В следующий раз будешь заказывать такси». Зинаида была притихшей и настороженной. Муж дочери ее немного напрягал тем, что был на стороне жены, и тут она понимала, что потеряла дочь навсегда. Больше пользоваться ее услугами уже не получится. Коля был требовательным малышом. Мамино присутствие всегда было в приоритете. Максимум, на что он был способен – это отвлечься на бабушку или папу на каких-то полчаса, а потом наступал вселенский ор и успокаивало только то, что мама пришла и взяла на ручки. По этой причине Саше пришлось обретать толстокожесть на все выпады матери, когда та звонила и напоминала, что дочь совсем не навещает мать. После болезни Зинаида стала капризной, и временами казалось, что разговариваешь с малым ребенком. Доводы разума женщина не слышала, и Саша начала подозревать, что мать не миновала деменция. Буквально на второй день после больницы мать позвонила дочери посреди ночи, требуя срочно приехать, так как ей страшно, и ее бросили одну. Саша не сразу поняла, о чем вообще речь, так как сама не так давно успела уснуть. Придя в себя, она набрала брата, не скидывая звонок матери. Тот ответил сонным голосом, что он вообще-то дома. «Мать мне звонит и говорит, что она дома одна», – парировала Александра. Брат выключил свой телефон, и вскоре Саша услышала в трубке матери. «Ма, дай мне телефон». Женщина, видимо, не очень понимала, что он делает. Послышалось некоторое шебуршание, и уже потом голос брата из трубки. «Чудит, мать, больше мне ночью не звони». После этого Саша начала свой телефон ставить на беззвучный режим в ночное время. Бывало, поутру в телефоне обнаруживалось до десятка звонков от матери. Валентина была спасительницей, так как она самоотверженно ухаживала за больной женщиной, стойко снося все причуды оной. Алексея она, видимо, воспринимала как манну небесную, глядя на него с обожанием. Саша приезжала к матери нечасто и всегда поражалась этой девушке. Валя была обычной, несиятельной красоты, но и совершенно не дурнушкой. Неожиданный разговор с братом прояснил ситуацию. «Леша, ты на Вале жениться собираешься?» В один из приездов полюбопытствовала Саша. Девушка как раз отсутствовала. «Я че, дурак, по-твоему?» – фыркнул Алексей. «То есть ты ею пользуешься? И что она при этом получает?» – деловито поинтересовалась Александра. «Меня она получает. И рада этому несказанно», – ехидно ответил сестре брат. «У нее мать-алкашка, спилась после ухода из семьи бати. А батя на нее тоже забил. И выбор у нее – жить тут или с матерью. Выбор очевиден». «А если она родит?» – полюбопытствовала Саша. «Я предохраняюсь. Все ж я не малолетка. Знаю, как сделать так, чтобы женщина не забеременела». Валю стало еще жальче. И так жизнь у девушки несладкая выдалась. Так еще и братец-скотина первостатейная, который ею просто пользуется. Но, глядя, как Валентина смотрит на Алексея, Саша понимала, что лезть в их отношения действительно не стоит. Только врага себе наживешь. Алка, слушая совестливые замечания подруги, философски замечала. «У каждого человека своя голгофа. Один всю жизнь порхает и живет легко, как всем кажется. Только никто не знает, как там на самом деле. Кто-то мучается и с совестью компромиссы ищет, как ты. А кто-то через трудности проходит всю жизнь. Таким всегда кажется, вот она впереди, счастливая жизнь. А она все не наступает и не наступает. И для подобия счастья им нужны розовые очки, чтобы совсем не свихнуться. Они обязательно спадают в определенный момент. И пусть они спадут сами». «Ты считаешь, я мучаюсь?» Удивилась Саша данному вердикту. «Твоя совесть тебе же не дает спокойно спать», усмехнулась Алка. «Ты и мать послать не смогла именно поэтому. Дочерний долг и все такое. Но ты не переживай. Так многие мучаются. И, видимо, благодаря совести, у большинства из нас все-таки пока еще человеческое лицо, а не звериный оскал. И да, у меня тоже совесть есть. Хотя меня она мучает в меньшей мере, чем тебя. И будь я на твоем месте, я бы смогла послать и мать, и брата». Алла всегда преподносила сюрпризы и регулярно открывалась для подруги совершенно с неожиданной стороны. Но такие разговоры, именно Саше, были необходимы. Она находила в них свои ответы. Разговоры с подругой медленно, но уверенно двигали Сашу в направлении спокойного реагирования на материнскую нелюбовь. А на брата она вообще махнула рукой, решив, что не ее это забота тащить из болота бегемота. Бабушка тоже не оставалась в стороне и настраивала внучку в правильном направлении. Саша полностью погрузилась в заботы о сыне, решив, что ее семья, вот она тут, и ей этого достаточно. Коля подрастал, радуя родителей своими достижениями. К матери по-прежнему Александра ходила одна. Внук там никого не интересовал, а она и не навязывала. Валентина умудрилась все-таки забеременеть и родила девочку. Алексею все же пришлось обзавестись женой, да он как бы и не сопротивлялся, видимо, привык, что есть заботливая Валя рядом, теперь вот еще и ребенок, которым его особенно никто и не напрягал. «Саш, ты когда Коле разрешишь ложкой есть?» спросила как-то бабушка у внучки, глядя, как Саша кормит почти двухгодовалого сына с ложки. Все попытки к самостоятельности пресекались на корню, а парень и не рвался особо. «Ба, но он же еще маленький», удивленно заявляла Александра. «Он у тебя маленьким с таким успехом до старости будет», делала замечание бабушка, получая в ответ недовольный взгляд внучки. «Подрастет, научится», Саша списывала бабушкино недовольство, на старческую ворчливость, поэтому старалась не обращать внимания. Вечерами Андрей, приходя домой, получал массу заботы и отдыха, что его несказанно радовало. Никто его не напрягал делами, и можно было спокойно отдыхать после ужина. Алка наведывалась к подруге все реже, своя жизнь крутила в водовороте, новое замужество добавляло забот, но ее приходы были, как всегда, для Саши, как ушат холодной воды. «Ты чего это из сына Лешку растишь?» полюбопытствовала подруга, глядя, как та с ложки запихивает в ребенка кашу. «Он у тебя до старости будет с твоих рук кормиться?» «Вы чего сговорились?» – хмурилась Саша. «С кем?» «С бабулей. Она мне то же самое говорит. Может, стоит прислушаться, ты сейчас напоминаешь свою мать, которая сопли подтирала Лехе до тех пор, пока могла?» «Да коли всего два года, чего вы прицепились?» – Саша негодовала. «Моя племяха на полгода его старше, уже с года точно сама есть стала, а уж к двум даже аккуратно научилась. Сань, ты же себя со стороны не видишь, а ведь заметно, как ты сына от всего оберегаешь. Вдруг упадет, вдруг измажется, а в магазине в прошлый раз он истерику закатил, и ты таки купила ему то, что он просил», – напомнила подруга все огрехи, которые успела разглядеть. «Ну…» – Александра замялась. Коля действительно не понимал слова «нет», а она сдавалась каждый раз, как только его глаза наполнялись слезами. Разбавил неприятный разговор, пришедший после трудового дня Андрей. Правда, Алка почему-то становилась все смурнее и смурнее. «Девочки, я с вами сидеть не буду, пойду прилягу», – сообщил сытый муж, и, получив согласную улыбку жены, удалился в комнату. «Санька, ты чего творишь?» – очень громким шепотом поинтересовалась Алла. «Чего?» «Вот что сейчас не нравится подруге, Александра не поняла. Ты свою мать помнишь, как она вокруг отца порхала и каждое слово ловила? Ты сейчас точно так же выглядишь». «Да откуда ты знаешь, как моя мать на отца смотрела? Ты же у меня вечерами не бывала?» – возразила Саша. «Ты сама очень красочно рассказывала», – сообщила Алка. «Андрей тебе помогает?» «Он уставший с работы приходит, а я дома сижу. Ты считаешь, что он должен к плите вставать или топать посуду мыть?» «Сына вручи ему сейчас», – предложила подруга и увидела на лице Саши гримасу ужаса. «Он же с сыном должен общаться, а поиграть с двухлеткой это уже и не труд». «Ты чего? Он устал. Вот будет выходной, поиграет», – ответила Александра. «И как часто он с сыном играет?» – скептически полюбопытствовала Алла. На что Саша вздохнула, задумчиво присев рядом с сыном и раздраженно уставилась на подругу. «Сынок, ты должен поговорить с дочерью», – при этих словах отец Саши хмуро посмотрел на мать. «И чего я ей скажу?» Он очень не любил эти разговоры по душам. «А то и скажи, почему ты от ее матери ушел? Что тебя уж так за дело-то?» «Ну, Санька же не Зинка», – возмутился мужчина. «Зато хорошо поведение матери копирует», – бабушка строго глянула на сына. «Вот сейчас из магазина вернется, и пока Коля не проснулся, сядь и поговори». Бабушка очень надеялась, что именно отца Александра услышит. Поговорить дома не удалось, так как ребенок проснулся как раз вовремя, сразу после прихода матери. Отец поначалу даже обрадовался, что разговаривать не придется, но, понаблюдав за дочкой, которая одевала мальчугана, понемногу начинал хмуриться и понимать свою мать. Разговор был необходим. «Па, мы сейчас пообедаем и гулять», – сообщила Саша отцу, направляясь на кухню. «Я с вами», – не очень оптимистично ответил мужчина, а, понаблюдав за окормлением внука, решил, что знает, о чем рассказать дочери. Погода стояла чудесная, и было решено не оккупировать песочницу во дворе, а прогуляться в парке. «Ты его так и будешь в коляске катать?» – поинтересовался мужчина у дочери. «Коля не любит ножками ходить», – беззаботно ответила Саша. «Ага, знаю я одного такого оболтуса, который до сих пор любит на чужой шее ездить», – заметил отец. «И ты с ним тоже знакома. Это твой брат родной. До трех лет твоя мать его из ложки кормила сама, а вот тебя почему-то быстро всему научила. Ты в этом возрасте уже и одевалась самостоятельно. Не всегда правильно, но сама. А про еду я вообще молчу». «Да что же вы все сговорились, что ли?» – возмутилась Александра. «Что вы мне все лёжкой пеняете?» «Да потому, что ты совершаешь ту же самую ошибку, которую сделала твоя мать». Отец посмотрел на свою дочку и не мог понять, как она сама-то этого не видит. Мужчина присмотрел пустую лавочку, предлагая дочери присесть и поговорить. «Коля не любит, когда коляска стоит», – попыталась отказаться от данной перспективы Саша. «Значит, будет ходить ногами», – заявил мужчина и вытащил внука из его уютного такси. Саша хотела было возмутиться, а потом вздохнула и виновата глянула на возмущённого сына, который вот-вот был готов разреветься. Правда, не разревелся. Прилетевший голубь очень заинтересовал мальца, тот и забыл, что собирался плакать. «Бабушка рассказала мне, что твоё поведение сейчас совершенно такое же, как у твоей матери в своё время. Немного нехотя начал разговор отец. Ты действительно не видишь перекосов в своих поступках?» «Да я поняла уже, что надо учить сына самостоятельности», – выдавила из себя Саша. «А с мужем?» «А тут-то что не так?» «Ты на работу выйдешь и будешь продолжать весь быт на себя тянуть?» «Ну…» – Александра замялась. «Наверное, потом Андрей будет мне помогать». «Вот хочешь, я тебе нарисую весь весёлый сценарий, по которому вскоре пойдёт твоя жизнь?» Задавая этот вопрос, мужчина не ждал от дочери ответа. Ему надо было донести свои мысли. «Твоя мать себя вела точно так же, но между тобой и ей есть существенное отличие». Зинаида была полководцем. Ей было важно стоять во главе семьи и всеми рулить. Да, взвалив на себя кучу работы, которую считала женской, но при этом всё в семье решала она. Я имел только право приносить деньги и получать похвалу. Меня кормили и обхаживали, но я не решал ничего. Всё решала твоя мать, я только соглашался, так как мне было удобно на определённом этапе жизни. И да, я твою мать в итоге быстро разлюбил, уж извини. Виктория перевернула всю мою жизнь. Я понял, что могу в семье иметь решающее слово, к которому прислушивается моя женщина. Мы всё решаем вместе. Если одному что-то не нравится, то пытаемся донести свою точку зрения. И ты знаешь, только в этих отношениях я понял, что по-настоящему живу. Я принимаю участие в жизни сына с самого начала и чувствую, что он мой сын, так как никогда не чувствовал этого с вами обоими. Лёшка был окружён материнской опекой тотально, а вот ты была более самостоятельная и иногда сама приползала, потом приходила ко мне. Правда, я тебя боялся, так как не знал, что делать с такой малышкой. Коля, наблюдавший всё это время за голубем, а также за подлетающими собратьями Пернатова, вдруг решил побежать за птицей, не заметил бордюр и упал на газон. Саша подскочила, но была поймана отцом за руку. И чего подскочила? Упал, встревоженно ответила Александра. Как упал, так и встанет, спокойным голосом ответил отец. Все дети падают, это нормально. Но как он научится вставать с колен, если ты его всегда сама поднимаешь, не давая возможности сделать это самому? Николаша медленно поднялся и повернулся в сторону матери, явно собираясь заплакать. Увидав, что мама не спешит ему на помощь, смутился и плакать передумал, но решительно пошел к взрослым. «Мама», – сказал малыш, приблизившись к скамейке. «Бо-бо!» Он потянул к матери перепачканную ладошку, повернувшись к деду, сообщил о своей беде и ему. «Мама подует, и все пройдет», – пообещал дедушка. «Мама, дуй!» – деловито скомандовал Коленька. Саша улыбнулась и, подув на ладошку, заметила, как радостно просияли усы на глаза. Ударился он не сильно, больше испачкался, да и требовалось ему всего лишь толика внимания. Нехитрая манипуляция с дутьем на ладошку успокоила малыша, и он пошел обратно к голубям. Там было интереснее, ибо их поприбавилось, и они так прикольно взлетали, когда он подходил близко. «Саш, ты же умная девочка», – продолжил свои наставления отец. «И ты совсем другого склада, не такая, как мать. Или я что-то не понимаю, и тебе хочется решать все и вся?» «Нет», – задумчиво ответила Александра. «Я никогда об этом не думала». «Пап, я не могу тебе сейчас ответить, почему я себя так веду. Но, возможно, все вы правы, говоря мне, что я чрезмерно опекаю сына. Это как-то сильнее меня. Сначала я бегу ему помогать, а потом задней мыслью ловлю себя на том, что как-то я немного все делаю чересчур. И каждый раз сначала делаю, потом приходит мысль. Это где-то на уровне инстинктов». «Говорят, что дети часто живут жизнь так же, как их родители», – глядя в небо, заметил папа. «Где-то на нашей подкорке в детстве записывается стиль жизни, которым жили папа и мама. А все твое детство ты видела, как мать обхаживает меня и брата. И еще и тебя настраивала, что именно так правильно. Вполне возможно, что неосознанно ты проецируешь то, что в тебя вложила она. Я, наверное, путанно выражаюсь. Я тебя поняла, я подумаю», – пообещала Саша отцу. Она закрыла глаза и вздохнула полной грудью. «А если у тебя родится дочь, какую роль ты ей в семье бы отвела?» – неожиданно спросил отец. Не открывая глаз, Александра представила девочку лет десяти, которая помогает ей прибираться в доме и встречать вечером после работы отца. И в этот момент ее внутренности сжались. От макушки до пяток прошла холодная волна ужаса. Она вспомнила свое детство в этот момент и поняла. Поняла, что видит свою дочь в той же роли, которую ей готовила ее же мать. «Этому не бывать», – твердо и громко сказала Саша, открывая глаза. «Чему не бывать?» – не понял отец. «У моей дочки будет счастливое детство, не такое, как у меня. Она будет расти в любви и заботе. Спасибо тебе, папа. Спасибо, что спросил про дочку». Саша придвинулась к отцу и обняла его. Коля все это время продолжал гонять по дорожке голубей, видимо, даже желая поймать этих проворных птиц. Но они ему не давались, им было совершенно все равно, что там хочет этот малыш, который еще и на их место пришел без хлебных крошек. Дома Александра решила, что надо приучать сына к самостоятельности. Правда, Коля был категорически против. Вставленная в руку ложка была закинута далеко, и на глазах малыша появлялись слезы. Он хотел кушать, а период, когда хотелось взять ложку в руки самому, безвозвратно пролетел мимо. «Мама, ам, хочу!» сердился малыш. «Коленька, смотри, вот ложечка, ей надо кушать», терпеливо объясняла Саша сыну, тут же демонстрируя процесс самостоятельного приема пищи. «Мама, ам, кою!» Малыш очень образно показал, как надо делать ам, кою руками мамы. Саша вздохнула и накормила сына, вспоминая, в какой момент она проглядела попытки малыша к самостоятельности. И ведь были, только они ей показались озорством, и самым простым было просто отобрать у сына ложку и накормить самой. Коля активно хватал ложку сам больше года назад, стучал ей по еде, раскидывал кашу. Конечно, легче было отобрать, чем объяснить, и при необходимости проявить твердость, а не потакать капризом малыша. Вздохнув, Саша поняла, что придется искать по этому поводу информацию в интернете. Уложив сытого сына спать, она засела за компьютер читать информацию. «Да», – вормотала Александра себе под нос, «упустила я время, хотя еще не совсем». Были родители, которые не заморачивались с кормежкой и отдавали дитё в сад, не умеющие пользоваться столовыми приборами. Собственно, и пил Коля не из обычной кружки, а из детской закрытой непроливайки. В общем, с этого дня начались пляски с бубном вокруг кормежки мальчика, который совершенно не мог понять, что так вдруг изменилось, и его перестало кормить мама с ложечки. Он капризничал, плакал, но его мамочка упорно пихала ложку ему в руку и сама помогала сыну делать правильные движения. Собственно, война длилась недолго, и малыш понял, что мама не отступит. Поэтому уже через три дня он предпринял самостоятельные попытки есть. Ложка улетала на пол после двух-трёх правильных движений, поднималась мамой, мылась и опять водворялась малышу в руку. Та же история началась с одеванием. Колю начали учить самостоятельности со всех фронтов, и ему это совершенно не нравилось. Бабушка стойко смотрела на капризы правнука и только вздыхала. Правда, Сашиной упертости она поразилась. Та, как танк, шла к своей цели, из раза в раз продолжая сына учить, не сдаваясь под слезами малыша. Неожиданно для самой себя Александра поняла, что начала думать головой и анализировать свои прежние поступки. Она вдруг осознала, что пребывала в некоем полусознательном состоянии, делая всё инстинктивно, как по накатанной, будто её мозг всё это время пребывал в какой-то полудрёме. Критический взгляд вокруг себя показал всю плачевность сложившейся ситуации. И обучение сына самостоятельности было малым и зол на данный момент. Саша посмотрела на свою замужнюю жизнь, и до неё дошло, что она избаловала не только сына, но и мужа. А с взрослым человеком, привыкшим отдыхать после работы, будет всё гораздо сложнее, чем с капризным малышом. Первое, что Саша рискнула сделать, это попросила Андрея почитать сыну книжку перед сном. Муж уже к этому времени был накормлен и успел отдохнуть. «Андрюш, минут пятнадцать, пока я душ приму», с милой улыбкой попросила она. Андрей вздохнул, но промолчал. Его к воспитанию дитятки вообще не привлекали, а он сам и не стремился. Хотелось посидеть в интернете и отправиться спать. Задача по чтению сказки собственному сыну ему показалась нелепой, но спрашивать, почему жена не может принять душ после того, как уложит сына спать, он не стал. Видимо, неожиданность просьбы его настолько поразила, что он не сразу сообразил, как от данной процедуры отмазаться. Саша стала каждый день давать мужу отдохнуть после работы, а потом просила поиграть немного с ребёнком. Андрею показалось, что его начали ущемлять в отдыхе, и на третий день он через пять минут пришёл вместе с сыном на кухню к жене. «Саш, неужели тебе целого дня не хватило на дела, что надо лишать меня отдыха?» поинтересовался мужчина. Он не сразу заметил, что тут сидит и бабушка. «А поиграть двадцать минут с сыном это для тебя тяжёлый труд?» сделав удивлённое лицо, поинтересовалась Александра. «Я думала, отцу должно быть в радость провести некоторое время с собственным сыном, тем более он теперь такой интересный становится. Я после работы устал, хочется отдохнуть». Андрей нахмурился. Данная перемена в поведении жены его не радовала. Так ведь было всё хорошо до этого. Что случилось теперь, он не понимал. «Отдохни вместе с сыном», Саша пожала плечами. «В чём проблема?» Андрей вздохнул и недовольно насупился. «Андрюша», подала голос бабушка, «а в чём заключается твоё участие в воспитании сына?» «Ну...» Мужчина замялся, усиленно соображая, как ответить на вопрос. «Вот этот мальчик по имени Коля, он тебе вообще кто?» продолжала допрос бабушка. «Ну что вы мне глупые вопросы задаёте?» возмутился Андрей. «Если он твой сын, то ты, наверное, должен принимать участие в его воспитании. И ты считаешь, что достаточно Сашиной заботы? А потом ты будешь удивляться, когда окажется, что вы с этим мальцом с разных планет». Андрей присел на табуретку и растерянно посмотрел на жену. Тяжёлой артиллерии он не ожидал. В целом, бабушка ему ничего нового не сказала. То же самое говорила Андрею и его мать. «Только вот ведь как удобно прийти домой, поужинать и забраться в кресло у компа, потратить вечер на свои интересы, а не вникать в хотелки этого карапуза?» «Я думаю, нам надо поговорить», сообщила Александра мужу, заметив его выжидательный взгляд, что ответить бабушке он не знал. «Как уложу Колю, тогда и поговорим». «Саш, что поменялось?» первым задал вопрос Андрей, когда малыш уснул. «Извини меня, что до этого отгородила тебя от сына, но так неправильно». Саше трудно давались эти слова, но она считала, что извиниться стоит. «Ты, правда, и сам не рвался в отцовские обязанности, а я тебе потакала». «Тебе стало трудно справляться с сыном?» недоумевал Андрей. «Я хочу, чтобы у моего сына был отец, который ему именно отец, а не приносящий деньги дядя, которого ребенок зовет папой, потому что так мама сказала». От данных слов жены мужчина опешил. И так ведь не хотелось признавать правоту жены. «Андрюш, пойми, я неумудренная опытом зрелая женщина, которая прям вот с пеленок знает, как себя правильно вести с мужем и в семье. У меня перед глазами был не очень приятный опыт моей мамы, где отец был просто приходящим дяденькой и просто назывался папой. И я совсем не хочу, чтобы мы вырастили мальчика, очень похожего на моего брата, которому все должны, всегда и до старости. И, кстати, да, контакта с отцом у него никогда не было. Так как папа всегда отдыхал после работы, мать ему и не позволяла ее драгоценного Алешеньку трогать, вдруг еще навредит». Андрей промолчал, задумчиво глядя куда-то вдаль. Ему так не хотелось менять уже ставший привычным уклад, но в голове он уже был согласен со словами жены. А в выходной в гости пришел отец Саши и поговорил с Андреем сам, один на один. Что уж он там рассказал молодому отцу, так и осталось тайной. Но с этого дня Андрея как подменили. Он после работы приходил домой, ужинал и забирал сына в комнату, давая возможность жене побыть одной. Саша заглянула как-то в комнату и была удивлена. Андрей лежал на полу в окружении игрушек, а Коля радостно копошился рядом, что-то лопача на своем малышковом языке. С того момента, как Андрей начал принимать участие в воспитании сына, малыш стал меняться сам. Папа сказал быть самостоятельным, значит, надо быть самостоятельным и учиться все делать самому. Ниточка от отца к сыну, по недоразумению чуть не оборвавшаяся, крепла и превращалась в стальной канат будущей дружбы между отцом и сыном. Эпилог Жизнь текла своим чередом. Бабушка как-то резко стала сдавать и успела дождаться только рождения правнучки, после чего сначала слегла окончательно, а потом и не проснулась в один из утренних весенних дней. Брат Александры с годами не менялся, положившись полностью на жену. Правда, и Валентина медленно, но уверенно снимала розовые очки, перечила, ругалась и, как казалось Леше, качала права не по делу. А после смерти Зинаиды Алексей вдруг посчитал, что жена ему совершенно не нужна и попытался выгнать ее из дома. И тут за девушку вступились Саша вместе с отцом. Мать Александры и Алексея последние годы совсем уже была плоха головой, поэтому о завещании никто и не подумал. Алексею казалось, раз он досматривает мать, то и квартира должна достаться ему. Он только не учел, что мать досматривал не он, а его жена. В итоге мужчина был неприятно удивлен, когда выяснилось, что он вместе с сестрой делит материну долю пополам. Он вопил, как потерпевший, и Саша было уже хотело отказаться от наследства в пользу брата, чтобы только не ругаться, но вмешался отец. Дочь, не торопись, остановил он Сашин порыв. Думается мне, что он еще попробует выгнать из квартиры жену с ребенком. От этого предположения Александра нахмурилась. Ей так не хотелось верить, что брат настолько низок, но отца она послушала и, не обращая внимания на стенание брата, оформила все по закону. А когда в очередной раз Алексей разругался с Валентиной, он действительно выгнал из квартиры и женщину, и собственную дочь. Плачущий ребенок совершенно не растрогал черствое сердце отца. Возвращаться в дом к матери алкоголички не хотелось совершенно, и Валя решила снять комнату в общежитии на первое время. Единственной проблемой стало то, что все вещи ее и дочери остались в квартире мужа. Да, собственно, и еще много чего Валентина купила в квартиру за годы брака из лично заработанных денег. Женщина старалась не беспокоить родственников мужа, но тут решилась и позвонила Саше. А когда сестра мужа узнала о случившемся, она уже подключила из свекра, и Алексей был в который раз неприятно удивлен, что ему предлагают разменять квартиру. Я тут жил с матерью, тут и буду жить, заявлял мужчина, зло поглядывая на родню. В таком случае мы с отцом перепишем собственные доли на Валю и вашу дочь, и они будут тут жить на законном основании, парировала Саша брату. Ты не посмеешь, вопил Алексей, это родительская квартира, ты не можешь так со мной поступить, так еще и этой меня лишить хочешь. Родительская, соглашалась Саша, только один из родителей жив и при здравой памяти, и заметь, папа может распорядиться своей долей по собственному желанию, и я своей. А на бабушкину квартиру ты ротик не разевай, я-то в отличие от тебя за бабушкой многие годы ухаживала, а за матерью нашей ухаживала как раз твоя жена, не ты, так что она заслужила. В итоге, как Алексей не противился, ему пришлось переехать в небольшую студию, а Валентине смогли приобрести двушку, куда она благополучно переехала с дочерью. В одном Алексей считал себя везунчиком, первая жена благополучно вышла замуж, ее муж усыновил сына от первого брака, освободив Лешу от такой обузы, как алименты. Валентина в итоге тоже встретила хорошего мужчину и повторила сценарий первой жены. Алексей был свободен и теперь никто не покушался на его зарплату, можно было жить так, как хочется. Периодически он заводил отношения с женщинами, так как хотелось нормальной еды и чтобы кто-то порядок в квартире навел. Только с возрастом желающих разбирать его грязные завалы было все меньше и меньше. В итоге превратился он в брюзжащего старика, который рассказывал, какие все его родственники и дети неблагодарные бросили его на произвол судьбы. А Саша за годы стала хорошим и уважаемым специалистом. Андрей продвинулся по службе и дослужился до начальственной должности. Дети радовали, а иногда огорчали своих родителей, но всегда в доме все решалось сообща и вместе. Александра умудрилась сохранить хорошие отношения с обеими бывшими женами брата, поэтому на днях рождения всегда собирали большую компанию, переплетенную родственными связями. И дочку она растила совсем не так, как растили ее. Она назвала девочку Ангелиной, так как считала малышку своим ангелом-хранителем, появившимся в ее жизни еще задолго до своего рождения. Когда-то образ этой девочки смог повернуть жизнь молодой матери в счастливое русло. По заявкам читателей маленький бонус про Аллу. Со своим первым мужем Алла таки развелась, промаявшись с ним чуть больше года. Буквально через месяц на работе за ней начал ухаживать коллега. Теряться Алла не умела, да мужчина был очень уж привлекателен. Ох ты и шустра, восхищенно смотрела на подругу Александра, когда та поведала о новом романе. Ну а чего теряться-то, легкомысленно пожимала плечами Алла, весело улыбаясь. Но уже через полгода настрой Алки кардинально изменился. Ты прикинь, меня Роман замуж зовет, сразу с порога сообщила Саша подруга, как только вошла к ней в квартиру. Ты не рада вроде, удивилась Александра. Ага, радости у меня полные штаны, хмыкнула Алла, со злостью стаскивая сапоги. Еще один мелкопоместный тиран попался, причем с доходом меньше того, который у моего бывшего был. «Почему тиран? А он знаешь мне, что заявил о замуже?» Саркастически проговорила Алла и, изменив голос, видимо, похожий на Романа, проскрепила. «А, Лусик, ты будешь сидеть дома, заниматься хозяйством, и тебе не надо будет больше ходить на работу!» Саша прыснула в кулачок. «Сань, ты представляешь, он ведь это как манну небесную преподнес, будто это самое главное вселенское счастье для меня!» «Что ты ему ответила?» прервала возмущение подруги Александра. «Чего-чего?» Алка, ходившая до этого по кухне, присела на стул. «Сначала онемела от такого предложения, а потом он сказал, что пойдем вечером покупать обручальные кольца. Я заорала «нет» и сообщила, что никуда больше не собираюсь». «И как отреагировал твой Роман?» «После этого он, кажется, онемел ненадолго, а потом так тихо поинтересовался, почему я так реагирую. Я ему доходчиво расписала, чего я хочу в жизни. В общем, мы расстались. Ему, видите ли, не нравится, как на меня все мужики смотрят. Он не хочет, чтобы на его жену другие заглядывались. Я же говорю, мелкопоместный феодал какой-то. «Сань, ты не знаешь, чего мне такие придурки попадаются, которые хотят меня к себе привязать и не выпускать из дома? Наверное, потому, что они не очень уверены в себе и боятся тебя потерять», Александра. «Ага, а потерять меня, навязывая свои правила, они не боятся?» усмехнулась Алла. Саша только пожала плечами. Ответа в данном случае она не знала. Следующие полгода Алла как-то отодвинула любовные похождения на задний план и занялась карьерой. «У меня шикарная новость», раздался у Саши в трубке телефона радостный голос подруги. «Я к тебе забегу и расскажу». «Я уезжаю в Прагу», выпалила Алла, как только за ней захлопнулась входная дверь квартиры. «Куда?» Саша подумала, что ослышалась. «В Прагу, в Чехию». Алла сияла, как начищенная медная монета. «Я подавала резюме в пражский филиал моей фирмы и мою кандидатуру приняли». «А чего раньше не рассказывала?» «Чтобы не спугнуть». «Саша, будете приезжать ко мне в гости?» Алла кружилась по коридору и была такой счастливой. «Прага, обалденный город!» Саша смотрела на подругу и улыбалась. И Алла уехала, еще долго потом по видеосвязи взахлеб, рассказывая о городе, где она теперь поселилась, заваливая подругу фотографиями и приглашая в гости. А через два года она приехала в Москву со своим вторым мужем. «Мой Иржи такой замечательный!» Собственно, она могла этого и не говорить. Это и так было видно по сияющим глазам и потому, как влюбленно поглядывала она на своего мужа. Да и он не отставал. Саша периодически замечала, как молодой симпатичный мужчина с любовью посматривал на Аллу. «А еще я беременна!» Чуть позже поделилась новостью Алла, правда сообщила шепотом и на ушко подруги. «Сегодня утром узнала, вечером буду радовать моего Иржика, а ты обещай, что к рождению дочери приедете в гости ко мне». «Ты уверена, что это будет дочь?» удивилась Саша. «Абсолютно!» Уверенности Алки можно было только позавидовать. И ведь она оказалась права. Дочь она родила в срок, и Саша с семьей приехала в гости, как раз, когда малышке исполнился месяц. На улицах Праги цвели деревья, и в этот город действительно невозможно было не влюбиться. Редактор субтитров не влюбиться. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова